В процессе обучения Ван Гау Фэн заметил, что Ло Чэну недостает понимания. Ключ к наследованию секретов Шаолиня лежит в осознании. Из-за этого Ван Гау Фэн стал сомневаться в правильности своего выбора. В этот день он обратился к наставнику Ши Юн Аню в надежде получить совет. Я хочу научить этого ребёнка. Хотя он очень старательный и честный, ему не хватает ума. Я не знаю, что и делать. Это просто. Врождённые недостатки можно исправить работой над собой. Восполнить трудолюбием. Да. Восполнение недостатков трудолюбием. Китайские кунг-фуисты таким образом наследуют секреты кунг-фу поколения за поколением. Последние пять лет Ван Гау Фэн передаёт всё, что выучил за свою жизнь Ло Чэну. С телом Ло Чэна тоже произошли удивительные изменения. Продолжение следует... хорошо эти приемы у тебя хорошо получается но последнее движение еще не идеально мастер я хочу вам кое-что сказать что такое говори мама звонила мне просит меня вернуться что случилось что у тебя там дома у них в последнее время трудности они велят мне ехать домой на заработки ты с таким трудом довел кунг-фу до такого уровня знаешь что если ты остановишься все что было сделано до этого пройдет даром ясно тебя я тоже не хочу уезжать но они звонили мне несколько раз у меня нет выбора я буду продолжать тренировки дома хорошо езжай дай мне подумать как обухом по голове непередаваемое чувство я могу потерять ногу могу потерять руку но не могу потерять хорошего ученика промучившись три дня ван гау фэн полные сожаления и расстройства провожает лучше на если он уедет все мои усилия за многие годы пойдут прахом я потеряю все мне надо начинать сначала мне сорок пять лет мне 45 лет я пол жизни проболтался ничего не добился иногда наследование секретов очень хрупкая кунг-фу которое дошло до сегодняшнего дня это уже большая редкость вернувшись в город ло чен стал работать грузчиком на стройке чтобы обеспечить семью пятилетние старания ван гау фэна потрачены впустую с тех пор он больше не затрагивает тему учебников вдалеке от ван гау фэна ло чен работник стройки по-прежнему в свободное время следует указаниям учителя и тренируется в свободное время я хочу продолжать совершенство савушу я столько времени провел с мастером очень полюбил его для меня он как отец возможно лучше он никогда не вернется возможно он вернется завтра наследование секретов кунг-фу требует ожидания подходящего момента войска вооруженной народной полиции китая несут важную ответственность за безопасность в стране чен шилун солдат вооруженной народной полиции китая родился в семье кунг-фуистов какое-то время назад начальство дала ему задание использовать приемы кунг-фу и полицейскую дубинку для реального боя для этого чень шилун обратился к отцу чень дзян ли который живет в дэнфэне чен дзян ли дэнфэнский мастер шаолиньского кулака владеет тхарма посохом и палкой он нашел секретные записи по шаолиньским палкам которые он хранил много лет и стал внимательно изучать движение дубинка одинаковые они в основном атакующие защитных движений мало шаолинская кунг-фу само по себе это комбинация атакующих и защитных движений я начал тренироваться по старым записям и развивать прикладную технику чтобы отразить ценность реального боя он еще пошел к своим братьям для совместных учений реального боя преследуя эффективность каждого приема с полицейской дубинкой через 60 дней чен дзян ли добился успеха изобрел новый комплекс приемов с дубинкой для реального боя вот эта карточка да 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 верно до свидания папа поправь воротник хорошо вот начнем сложные вещи мы уберем а движение для реального боя наоборот добавим я взял три комплекса шаолинской короткой палкой и объединил их в один кунг-фу со временем меняется секреты кунг-фу в процессе передачи от отца к сыну углубляются однако наследование секретов не всегда успешно одна ужасная весть застигла врасплох ши ван дзе из инши гоу юй тян лу наследник кулака богомола тисин в седьмом поколении умер в возрасте 69 лет ши ван дзе быстро выезжает в янтай на похороны старого друга почему он умер так внезапно он забрал многое с собой в могилу не передал знания своим ученикам его смерть меня шокировала стала для меня невосполнимой утратой у могилы старого друга у ши ван дзе смешанные чувства на закате по возвращении в дэн фэн ши ван дзе не идет домой он идет в боксерский зал где занимался боксом в детстве сейчас зал в плохом состоянии весь покрылся пылью это серп моего учителя это серп моего учителя этот старый зал миниатюра китайского традиционного кунг-фу солидный и одинокий ши ван дзе находившийся под давлением правил много лет кажется поколебался 40 лет назад волей судьбы ши ван дзе унаследовал уникальную практику южного двора шаолиня он пообещал учителю что никому его не расскажет даже если кунг-фу погибнет даже если его сыновья захотят учиться он не сможет нарушить правила видя что уникальная практика с историей более 400 лет может быть утеряна ши ван дзе не может передать свою боль перед лицом основателя шаолиньского кунг-фу кин нара ши ван дзе принял тяжелое решение правило наследования секретных записей символизирует высшее почтение китайцев по отношению к жизни это верность честность мудрость и упорство но в особой ситуации нужно идти на изменения это жизненная философия гармонии и тайцев учитель простите меня простите начинается Это церемония приема в ученики восьмого поколения в школу Тяньфа Мэнь в зале Юнхуа в Шаолине на горе Суншань. Поприветствуйте учителя. Я передаю вам эти секретные записи. Надеюсь, вы будете хорошо тренироваться. Спасибо, учитель. Поменяю кастрюли, ножницы, ножи. Август 2015 года. Ху Дженшэн пришел к старому мастеру Сюй Утао в 16-й раз. Если есть цель, то никакие трудности не остановят. В этот момент его упорство, наконец, сломило старика. У вас хороший уровень владения ушу. Но ваши сыновья или другие поколения не стали заниматься. Неужели вы не хотели бы передать ваши практики? Если бы ученики стали изучать ваши приемы, разве вы не были бы рады? Когда я затрагиваю эту тему, старые мастера шаолинского кулака обычно раскрывают душу. Пойду возьму кое-что. Хорошо. Давай поговорим. Я тебе кое-что дам, чтобы показать, что тренироваться очень тяжело. Ты должен сильно стараться. Ты должен бороться до конца. Думать только о тренировках, о прогрессе. Это записи о боксе. Содержание очень глубокое. Возвращайся. И подумай над содержанием этой книги. Изучи смысл до конца. Постоянные усилия приводят к успеху. Приложи усилия. Секрет нельзя специально искать. Его можно найти случайно. Книга, устные секреты дыхательного упражнения могут таить секреты некоторых приемов. Через испытания временем и человеческим сердцем Ушу приобрело темперамент, правила и наследие и превратилось в кунг-фу, философию жизни китайцев. Ху-Вэй, наконец, дорисовал. В ту же ночь Ху-Чжэншэн нашел путь к уникальному учению через книги. Секрет не где-нибудь, а в сердце каждого кунг-фуиста. Понимание секретных записей – это путь к осознанию Ушу. Продолжение следует... Так называемые секретные записи – это наследие, самосовершенствование, осознание, а также безудержная любовь. Когда сын закончит эту картину, я думаю, он поймет меня. Он знает, о чем я мечтаю. Через два месяца Чэн Ши Лун учит своих товарищей приемом с палкой, которым его научил отец. Через полгода Ван Гау Фэн не ожидал, что Ло Чэн вернется. Конечно, мы не можем повернуть время вспять, но судьбу не изменишь. Хотя Ши Вэн Дзи и нарушил нерушимое правило, кунг-фу передано. И приемы такие же, как и 400 лет назад. Оружие – это продолжение человеческого тела. Каждый кунг-фуист ищет подходящее оружие. Жизнь как печь. Мы создаем оружие, а оружие делает нас. Продолжение уже завтра. Кунг-фу в Шаолине. Серия третья. Волшебное оружие. Вы узнаете легенду о кровной связи китайских кунг-фуистов с оружием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Терракотовую армию называют восьмым чудом света. Больше двух тысяч лет назад группа китайских мастеров того времени развернула крупномасштабные скульптурные работы и создала культурный памятник, которым Китай гордится и по сей день. Но когда фигуры терракотовых воинов только выкопали из земли, они были сильно повреждены. Пыль более чем двухтысячелетней истории уже превратила их в обломки. В мире не было ни одного человека, перед которым бы стояла такая сложнейшая задача – поставить на ноги историко-культурное чудо, распавшееся на куски. Первоначальный образ боевого порядка терракотовой армии – крестьянский корпус, не имеющий равных в Поднебесной, который значительно расширил границы империи Тинь. Мастера того времени сохранили их величественный вид в скульптурах. Смогут ли последующие поколения мастеров восстановить первоначальный облик разбитых в дребезги терракотовых воинов? Маюи стал членом команды, которая раньше всех соприкоснулась с этой работой. Терракотовые воины были глубоко под землей на протяжении более двух тысяч лет, и большая часть осколков керамики уже сформировала прочную связь с подземной средой. Если внезапно выкопать их из земли, то это кардинально изменит среду их существования. Чтобы изменения окружающей среды повторно не повредили скульптуры, в яме номер один сохранили первоначальную окружающую среду. Большая часть работ по реконструкции проходит на месте раскопок. Каждый раз с приближением лета яма с фигурами накрывается навесом, похожим на большую сетку для варки на пару. Внутри ямы температура воздуха превышает 40 градусов. Весь рабочий процесс мастера умывается горячим потом. Промокшая одежда высыхает и промокает вновь. Но даже в жару нельзя потерять профессиональную хладнокровность и чувство трепета. Из-за своего древнего возраста осколки керамики терракотовых воинов очень хрупкие. Во время работы с крипком мастер реставрации должен не только счищать глину, но и сохранять целостность памятника культуры. Очень трудно сохранять чувство меры при работе с крипком. Чтобы отработать эту технику, до реставрации терракотовых воинов, Ма Юй два года тренировался чувствовать скальпель на имитациях осколков керамики. Он проделал более 10 миллионов движений ножом и только лишь тогда научился чувствовать даже ничтожные расстояния. Музей терракотовой армии Музей терракотовой армии открыл свои двери в октябре 1979 года. В разное время его посетили более 200 глав зарубежных государств и правительств. Более 90 миллионов путешественников со всех уголков мира приезжали сюда, чтобы с благоговением увидеть чудо восточной культуры. Терракотовые статуи воинов и лошадей гробницы императора Цинь Шихуана уже стали блистательным символом древней китайской цивилизации. Мастера-реставраторы не щадят своего времени и сил своими усилиями соединили осколки разбитых исторических памятников. Когда весь мир с трепетом увидел могущественные ряды терракотовых воинов, Майюй и его коллеги осознали истинную ценность своей миссии. За последние 20 лет Майюй принимал участие в каждом этапе реставрации терракотовой армии. Он восстанавливал первую алебарду, первые доспехи и первую водоплавающую птицу. Древние скульптуры в руках Майюя получили вторую художественную жизнь и красочно описали культуру той эпохи. Современные реставраторы прониклись ремеслом мастеров эпохи Цинь и нашли с ними духовную связь. Это диалог сквозь время и сердечное общение в священном безмолвии. Однажды, 4 года назад, Майюй и его команда во время очищения осколков керамики внезапно обнаружили узоры на обратной стороне. После тщательного очищения узор стал очень отчетливым. Это были следы отпечатков пальцев, должно быть оставленные мастерами, которые более 2000 лет назад изготавливали статуи воинов и боевых коней. Впоследствии было обнаружено еще больше отпечатков пальцев, и это привело Майюя в восторг. Не бывает двух одинаковых фрагментов. Не бывает двух одинаковых проблем у двух терракотовых статуй во время сборки. Поэтому каждое соединение – это новый вызов, а сравнение каждого нового куска – изучение новой проблемы. В, казалось бы, повторяющихся процессах непрерывно возникают новые проблемы. Реставраторы превратили этот труд мастера в искусство и науку. А они сами взяли на себя ответственность за государственную культурную миссию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ван Дзинь! А-а-а! Что с этим огнем? Как добыть пропитание? Совсем нет или не поймать, еще раз тебя спрашиваю. В сегодняшнем выпуске «Вот это да да» мы расскажем вам про секреты выживания на необитаемом острове. Холодно? Греби давай! Тут есть большой риф! Это камень, здесь очень скользко. При помощи одиночного спасательного плота Ван Нань, Ван Дзин и Джан Вань Куй доплыли до необитаемого острова. Пока они добирались до берега, почти выбились из сил. В этот раз они хотят попробовать выжить пять дней на этом острове, пока к ним не придут на помощь. Давай сюда! Внизу очень мокро, быстрее! Вы все промокли? Скорее, надо снять мокрую одежду. Я не могу! У меня и сумка вся промокла. Очень мокро. А, мои лекарства! Давайте перевернем плод, положим на него все вещи и посушить. Да-да, положим посушить сверху. Телефон. Еще работает? По всей видимости, нет. Чтобы избежать дальнейшего снижения температуры тела, самая главная задача – разжечь костер до заката солнца, чтобы пережить холодную ночь. Но спички, которые они взяли с собой, промокли. И нет никакого оборудования для добычи огня. Как же его разжечь? Давайте тут разжигать, тут как раз прикрыто. Нужно собрать сухие ветки. Да, набрать вот таких сухих. Такие подойдут, да? Такие? Здесь лучше от ветра закрывает. Да, подойдут. Пойдемте собирать. Вот, а зачем высохшие ветки собирать? Вот это. Солому тоже можно. Я пойду посмотрю. Внутри ровно. При такой ширине нам будет тесно, а если лечь вдоль, то нормально. Дайте я посмотрю. Пойдемте, сначала собирать хворост, одежда как раз высохнет, а потом мы тут… Я замерзла! Да, мы тут уберемся. Хорошо. Ребята нашли укрытие и стали искать способ разжечь огонь. Ночуя на природе у костра, можно сохранить тепло и предотвратить нападение диких зверей. А еще можно приготовить еду, что очень важно. Ты уверен, что у тебя нет зажигалки? Я не брал зажигалку. Ну и что делать? А где твой телефон? Телефон там лежит, сохнет. Телефон ведь больше не работает. Можно использовать батарейку. Батарейка разрядилась, но можно зажечь огонь. Ван Нань вдруг предложил разжечь огонь с помощью промокшего, сломавшегося телефона, что сильно удивило Ван Зин и Джен Вань Куя. Как же можно разжечь огонь с помощью телефона? Внутри, внутри вот так нужно убрать защитный слой. Как только литий соприкоснется с воздухом, он сразу же загорится. Ну, давай, зажигай. Это лучше тебе сделать, давай ты. Это может взорваться. Послушай, снимаешь защитный слой, ударяешь острием топора, тогда зажигающее покрытие загорится. Давайте найдем безветренное место. Чуть отойдем, давайте. Почему-то мне кажется, что это опасно. Не опасно, не опасно, делай. Загорелась? Подожди, подожди. Загорелась. Загорелась, загорелась, загорелась. Вот так. Ван Дин, иди за огнем. Не дай ему потухнуть. Я пойду по острову, посмотрю, нет ли здесь людей. Поищу питье. Так пить хочется, что сил нету. А я пойду поищу еду. Хорошо. Хорошо, ну мы скоро вернемся. Хорошо, я буду жечь костер. Следи за ним как следует. Ван Нань, Ван Дин и Джейн Вань Куй быстро принесли сырую одежду к костру сушиться. К этому времени они устали и сильно хотели пить. Ван Нань предложил пойти поискать воду и заодно посмотреть, нет ли на острове людей. Вот так начался первый день выживания на необитаемом острове. Все как будто шло удачно. Но на острове не было ни реки, ни пруда. Где же искать питьевую воду для выживания? Ван Нань решил пройти по берегу и следовать остров. Он заметил, что он небольшой и кроме них тройних на нем никого нет. Но откуда им взять еду, чтобы продержаться пять дней? Возьмем одежду, сделаем корзину. Сейчас чего-нибудь выловим и можно будет положить сюда и вытащить. Пока солнце не село, Джейн Вань Куй сделал из одежды и веревки простой карман и приготовился идти в море искать добычу. Сюда немало поместится. Обычно в щелях рифов что-то бывает. Устрицы! Джейн Вань Куй пошел к берегу, где было много рифов, и стал искать под ними. И действительно нашел несколько устриц. Они в основном обитают в нижней части рифов, по береговой линии. Если осматривать невнимательно, можно подумать, что это камни, и не увидеть их. Благодаря тому, что Джейн Вань Куй тренера имеет богатый опыт выживания в дикой природе, он надеется увидеть больше приятных сюрпризов на берегу. Джейн Вань Куй постоянно искал в щелях рифов и вдруг обнаружил осьминога. Он тут же схватил его. Хотя на этом острове нет людей, но он превратился в райский уголок для морских организмов. Так был обеспечен ужин. Он, наверное, не погаснет. Если я буду просто сидеть и следить за костром, толка не будет никакого. Нет. Пойду-ка я порублю хворост и заодно посмотрю место для ночлега. Смотри, не погасни. Я же на тебя столько времени потратила. Ван Зин, которой дали задание следить за костром, тоже захотела внести свою лепту в общее дело. Она взяла топор и пришла к обрыву в поисках хвороста. А заодно и решила очистить дорогу к пещере. Мне нужно очистить этот путь. Так будет легче заходить внутрь. Начнем. Ван Зин, что случилось с костром? Что? Что такое? Я совсем ненадолго отошла. Как он мог потухнуть? Близилось время наступления сумерек. Джен Вань Куй посчитал, что даже без огня нужно попытаться найти пропитание. Выживая на необитаемом острове, нужно использовать воду. Все возможности для поисков пищи и воды. Поэтому все трое, несмотря на усталость, снова пошли на берег в поисках еды на завтра. Она точно рваная. Кто будет выбрасывать хорошую? Вот эта часть хорошая. Можно намотать побольше, чтобы закрыть дырку. Смотрите, сейчас отлив, вода очень далеко ушла. Завтра утром во время прилива прибудет рыба, а потом при отливе... Попадется в сеть. А мы заберем сеть. Джен Вань Куй решил отремонтировать сеть, подобранную Ван Нанем. Потом воспользоваться отливом и повесить ее между рифами, в качестве приманки использовав мясо устриц. Так в ходе последующего прилива и отлива в сеть может попасть рыба, которая плавает рядом с рифами в поисках добычи. Я сейчас положу ее вниз. Я нашел камень прижать ее. Да, повесим внизу, не торопись. Как наступит прилив, она войдет сбоку. А во время отлива попадет сюда, выйти не сможет. Да, да. Ладно. Да, да. Устриц бросает туда, думаю, приманить много рыбы. Разбрасывай тут и все. Да, да. Разбрасывай тут и все. Трое вместе взялись за дело. Нашли на берегу рифовую зону, крепко повязали на нее сеть, а Джан Ванькуй повесил устричное мясо, пойманное днем. Все было готово. Завтра будет видно, удалось поймать рыбу или нет. Ванькуй, ты зачем уснул? Как ты уснул? У тебя руки... Я ненадолго. Я заснул, когда уже начало светать. Ничего. Вандин! Вандин! Пора вставать. Вставай! Ах, как же холодно! Уже солнце вышло, вставай! Спать очень опасно! Холодно еще, ладно? Я очень хочу пить. Послушайте мой голос. Ах, очень хочется пить, ужасно! Что делать? У меня еще и горло болит. Э, а у тебя там... Погрейся на солнце и согреешься. У тебя там есть дождевик? Есть. Дай-ка мне, я что-нибудь придумаю. У меня есть. Дай-ка я посмотрю. У меня тут есть пакет. Давай скорее, дай посмотреть. Эй, я тебе скажу, сегодня до полудня, я дам вам попить воды. Правда? Я попробую, наверное, да. Как же Ван Нань собирается добывать питьевую воду с помощью дождевика? На самом деле, когда я брал дождевик, я собирался использовать самый простой способ выпаривания воды. Но на море ситуация не такая, как мы привыкли, или, как говорят по телевизору, и учат в книгах. Конечно, сначала нужно вырыть ямку. У меня два дождевика. Материал не самый хороший, но он тоже даст воду. О, какая холодная. Смотрите, я буду использовать водоросли. В них содержится много воды. Если удастся выпарить, мы сможем попить пресной воды. Скорей, я уже больше не могу. На самом деле, очень важно положить посередине камушек. Ни тяжелый, ни легкий. О, как же я устал. После всех усилий, механизм для выпаривания воды был готов. Теперь осталось терпеливо ждать. Пока было светло и можно было разглядеть, что происходит в лесу, Джен Ванькуи решил отправиться туда и у обрыва раздобыть хворост. На дикой природе нужно выбирать высохшие ветки для разжигания огня. Потому что благодаря ветру и солнцу они полностью высохли и легко загорятся. Но если вы не пытаетесь выжить в условиях дикой природы, старайтесь не ломать редкие растения. Этого хвороста хватит для костра. В прошлый раз Ван Зин не усмотрела за огнем, потому что хвороста было недостаточно. Теперь хватит. Все готово. Надо найти деревянную палку, какую-нибудь помягче, чтобы сделать лук. Попробовать добыть огонь трением. Мне нужно найти камень с углублением, чтобы накрыть сверху. Опилки скатываются и загорается огонь. Во время трения нужно положить немного трущихся предметов, чтобы увеличить силу трения. Можем здесь прозрачными. Утєctive Shoot sky Massachusetts. Поларный кач other в안. Поларный качеводный полез. Поларные. Продолжение следует... Продолжение следует... До сих пор, как они оказались на берегу необитаемого острова, Джен Вань Куин не пил ни капли воды. Его руки стали ватными. Ему стало сложно контролировать предметы для разжигания огня. Палка постоянно скатывалась с основания. Но наш герой, стиснув зубы, беспрестанно вращал палку. В душе он понимал, что если сегодня не разжечь огонь, им троим будет очень сложно продержаться на острове еще четыре дня. А есть ли какие-то результаты у Ван Дин, которая отправилась проверять сети? Здесь нет, все порвалось. А, есть! О, целых две! Есть, есть, есть! А! Не может быть! Осталась одна маленькая. Ван Нань, наверное, не видел, что есть рыба. Точно не видел. Но тут есть еще одна. Ладно, есть рыба. Эй! И правда поймалась рыба! Если рыба попалась в сети, помните, что сначала ее нужно оглушить, а потом уже вытаскивать из сетей. Или вынести сеть на берег. Но нельзя это делать в воде, иначе с трудом пойманная добыча возьмет и уплывет. Ван Зин взяла одну единственную рыбку и вернулась на берег. Давайте узнаем, как там дела у Джей Вень Куя. Добыл ли он огонь? Вень Куй! Смотри! Рыба! Я принесла тебе! Вчера ведь сети расставляли. И правда есть рыба? Есть, есть! Ведь это рыба! Сделаем еще раз. Здесь есть кусок, сделаем еще. Раз ты вернулась, помоги мне. Я делаю это вот здесь, делаю ровную поверхность, потому что надо сделать выемку. Эту штуку поставить сверху, а потом рукой вот так прижать, а я внизу буду тянуть лук. Хорошо. Нужно, чтобы он туда-сюда вращался. Хорошо? Провозившись полдня, Джей Вень Куй так и не смог разжечь костер. Увидев, что Ванзин вернулась, он быстро сделал палку, чтобы Ванзин на нее давила, увеличивая трение между палками. Так будет проще получить искру. Смогут ли они вдвоем добыть огонь? Дави, дави. Не давай ей двигаться, иначе опилки все разойдутся. Четко дави в одном направлении. Вот так, смотри. Давай сюда. Вот так. А, пошел дым! Пошел дым, я чувствую запах! Как круто! Я в этот раз обязательно буду следить. Не дам ему... Ванзин, иди скорее набери тонких веток. Веток. Положить туда же, куда и вчера? Наконец огонь появился, теперь не придется есть сырое. Внутри очень жарко. Идет жар прямо изнутри. Пресная вода! Пресная вода! Тут есть немного. Пресная вода! Дам им немного попить. Пресная вода! Смотри! После невероятных усилий добыли огонь. Вот костер. Это вода? Пресная вода! Дайте мне глоток! Я тоже не пил. Пей, пей! Ничего, я знаю, как ее добывать. Вода на вкус хорошая. Ничего, давайте! Ван Нань, Ван Зин и Джен Вань Хуи попали на необитаемый остров. На помощь к ним придут лишь через пять дней. На второй день, в полдень, они наконец смогли попить пресной воды. Хоть и лишь по глотку. Но это придало им уверенности. К этому времени они уже почти два дня не ели. Видно, ради выживания нужно использовать другие способы для добычи еды. Ван Нань, смотри, мне кажется, что в этом заливе рифов больше всего. Эта часть закрыта, потом впереди можно поставить камни. Потом тут легко сделать насыпь, сейчас ведь прилив. Высокую насыпь делать не надо. Когда пойдет отлив, здесь может что-то остаться. Хорошо. Сделаем небольшой пруд. Можно понимать и так. Давайте брать материалы на месте. Нужно брать камни, но между камнями не должно быть... Я буду делать насыпь вдалеке. Ладно. А вы с Ван Дин делайте насыпь поблизости. Ван Дин. Угу. Между вот этими двумя рифами. Маленькими, да? Да, сначала выкладывай маленькие камни, а сверху большие, чтобы получилась высокая насыпь. Сначала маленькие, потом большие. Да. Все трое пришли на берег, где много рифов. Они собираются здесь сделать ловушку по тому же принципу прилива и отлива. Наши герои собираются сделать из камней в зоне рифов квадратную дамбу. Во время прилива вода закроет ее, и в итоге рыба и креветки заплывут туда. А во время отлива вода уйдет через щели, а рыба через щели пробраться не сможет и останется в дамбе. Таким образом, завтра они смогут поймать рыбу прямо из дамбы. Наши ведущие с трудом построили дамбу. Сможет ли это строение площадью 5-6 квадратных метров поймать рыбу? Чтобы сегодня ребята смогли поесть, Джен Вань Куй велел Ван Нанью и Ван Зин продолжать укреплять дамбу. А сам решил походить по округе и посмотреть, можно ли найти что-то съестное. Джен Вань Куй отправился на глубину. По его опыту, в рифовой зоне северных островов часто прячутся двусворчатые моллюски типа устрица, баллонов и так далее. Моллюски медленно передвигаются, поэтому их легко поймать. Абалон очень крепко присосался к скале, нужно отдирать изо всех сил. Посмотрю, нет ли еще. Поискав еще, он обнаружил одного маленького абалона. Хотя он и маленький, но для голодных сойдет за вкусный ужин. В это время Ван Зин, строящая дамбу, вдруг кое-что обнаружила. А, Ван Нань, посмотри, что это? Что это? Где? Смотри, вот, убегает, вот, вот, вот. Скорее поймай его. Убежал. Тебе сказали смотреть, а нет. Не дай ему уйти через щель. Ах! Ну, что ты? Ну, ничего нельзя. Уплыл. Смотри-ка. Не двигайся. Придется брать вот это. Я не двигаюсь. Не двигайся. Я думаю, можно раздвинуть вот эти два камня. Если раздвинуть, он уплывет. Нет, я буду давить на него. О! Смотри. А! Схватил меня? В этот раз по-настоящему поймал. Поднимай. Куда делся? Здесь. Подними палку, подними. А! Поймал. В этот раз Ван Зин с помощью палки загнала краба в мелководье. А проворный Ван Нань взял юбку и схватил его. Обоим невероятными усилиями удалось поймать себе ужин. Но есть ли в этих расщелинах еще живность? А, Ван Нань! Там есть один. Подожди, подожди, подожди. Подожди, я положу этого. Нельзя ждать. Краб разве будет ждать? Не убегай. Не убегай. Ван Зин постоянно баламутила воду палкой. И в итоге смогла вытащить еще одного краба. Ван Зин заставила краба крепко схватиться к лишнюю за палку. Это просто поразило Ван Нане. Неужели крабов можно вот так легко поймать? Вот еще, иди сюда. А, ты вернулся? Посмотри, сколько мы поймали крабов. Я поймал оболона. Почему ты весь мокрый? Чтобы поймать оболона, надо нырять. Я, смотрите, поранил ногу. О, какая большая рана. Подожди, подожди. Ух ты. Вань Куй, большая рана. С такой раны нужно скорее возвращаться в лагерь. У меня там есть спирт. Ван Зин, послушай, у него очень сильная рана. Ни в коем случае нельзя допустить столбняка и заражение. Ничего, я могу идти. Возьми эти вещи. Вот. Увидев это, Ван Нань и Ван Зин забыли о ловле крабов и поспешили с Джен Вань Куем в лагерь. Ван Нань беспокоился, что если не обработать рану, у Джен Вань Куя воспалится нога, и есть риск заражения столбняком. Скорей! Все в порядке? Пойдем, найдем место, найдем, куда присесть. Костер вот-вот потухнет. Ван Зин, я займусь им, а ты скорее займись костром. Отложи в сторону. Потерпи. А-а-а! Ай! За два дня выживания на необитаемом острове Джен Вань Куй много работал и потратил много сил. Кроме того, он почти ничего не ел. Неизвестно, воспалится его нога или нет. Хорошо, хорошо. Ничего, нормально. Так, Ван Зин, смотри, что с твоим костром. Иди принеси вчерашние устрицы, а я разожгу огонь. Хорошо, хорошо. Наши друзья стали поскорее обрабатывать пойманных крабов. И им, наконец, удалось впервые поесть до два дня. Так вкусно! Ах, я пососу лапу. Этот краб великолепен. Очень свежий. За этой надо следить, чтобы она не подгорела. Вот это цвет. Это тебе поощрение за то, что ты ловил нам вкусную еду. Правда? А я тебе в обмен дам оболона. Спасибо! Если бы мы сегодня не пошли и не нашли такое хорошее место, и не придумали бы столько хороших способов, как бы мы поймали столько вкусного? Ребята положили крабов на камни поближе к костру. И потом осторожно начали есть. Неважно, что будет в последующие три дня. По крайней мере, сегодня им не придется ложить спать на голодный желудок. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Китайская кухня». Сегодня у нас в гостях Тюй Хао. Мастер Тюй научит нас готовить очень роскошное блюдо. Как же роскошное! Посмотрите, посмотрите, разве наш стол не... Роскошное, роскошное! Не так часто перед нами такая большая рыба. Сегодня мы готовим рыбью голову с измельченным маринованным перцем. Рыбья голова в хлопьях красного перца – это известное традиционное блюдо хунаньской кухни, обладающее неповторимым вкусом и не острым, и не сладким, который невозможно ни с чем спутать. Нам понадобятся серебряный карп, красный перец, соевые бобы, устричный соус, лук, имбирь, чеснок, высокоградусная водка и пиво, а также утварь, ступа, герметичный бак и бамбуковые палочки. Это блюдо хунаньской кухни. Да, именно хунаньской кухни. Значит, я зря назвала это блюдо роскошным. На самом деле мы будем кушать лишь рыбью голову. Да, но эта рыбья голова очень неплоха. Нам понадобится мясо шириной в 2-3 пальца. Я это люблю. Любите это? Люблю и это. Саму голову не едят, едят мясо. Да. Но самая вкусная часть не здесь, а вот здесь. Для этого нужно уметь приготовить. Да. Сегодня мы с мастером Тюй научимся готовить рыбью голову. Первое, что нам нужно сделать для такой рыбы, необходим перец. Какой же перец использовать? Маринованный перец чили. Перец должен быть маринованным, вы это имеете в виду. Да, такой перец можно купить в супермаркете или на рынке. Да, он продается. А я научу вас, как сделать его дома. Хорошо. Способ приготовления совсем несложный, но есть некие моменты, на которые необходимо обратить внимание. Да, сначала нарезаем перец маленькими кусочками. Мастер Тюй, этот острый перец подходит? Да. А балкарский перец не подойдет? Нет, он не такой острый. Не острый? Да. Значит, и маленький нельзя. Он же слишком острый, да? Да. Слишком острый, невыносимо. У этого перца мякоть довольно толстая. Довольно толстая, он хоть и острый, но не очень. И имеет хороший вкус. Да, хорошо, еще немного чеснока. Хорошо, кладем в ступку. Чеснок и перец вместе сколько толочь? Пока не выйдет жидкость. Значит, толчем до появления сока. Да. Это важно. Сейчас уже можно смешанный запах чеснока и перца почувствовать. Уже появился, если видите сок и чувствуете запах, значит достаточно. Да, да. Смотрите, сок вышел. Да, из чеснока и из перца. После того, как мы положили все в горшок, добавляем немного соли. Она добавит вкуса. Посолив, мы сделаем вкус более соленым, таким образом при мариновании он не испортится. В конечном итоге это зависит от того, делаете вы маринад или соус. Да, потом добавляем немного сахара, затем добавляем гаоляновую водку. Водка очень важна, так ведь? Очень важна, да. Затем... Она добавляется для того, чтобы все это начало бродить, правильно? Да, теперь все это, соль, сахар, водку, хорошенько размешиваем. Но я вижу, что водки вы добавили совсем немного. Много нельзя. Лишь столовую ложку. Да, зависит от количества перца. Если перца больше, можно немного добавить. Обязательно добавлять именно водку? Да, водку. Ярисовое вино нельзя? Нет, нельзя. Обязательно учитывайте это. Водка тоже бывает высокой и низкой крепости. Да, обязательно должна быть крепкая водка. Да. Затем накрываем крышкой, после этого берем целлофановую пленку, заматываем ей так, чтобы не проходил воздух, поплотнее. Чтобы не проникал воздух. На неделю ставим это в укромное место, пускай бродит. Как правило, в темное место. Темное. И прохладное. Да. Прохладное место, чтобы не грелось, тогда оно легко забродит. Пускай бродит приблизительно неделю, тогда и должен появиться запах рассола. И тогда открываем. Внутри смешались вкус водки, чеснока, перца, соли и сахара под действием температуры. Когда придет время, запахи смешаются, и появится аромат маринованного перца. Во время процесса соления и брожения овощей нельзя, чтобы внутрь попадала вода, да? Да, поэтому мы в процессе обработки обязательно должны учитывать, что руки, нож и наша кухонная доска были чистыми. Нельзя, чтобы они были мокрыми. Правильно. По этой же причине контейнер нужно хорошо протереть, а после мытья перца вытереть его насухо. А, вытереть насухо. Высушили и начинаем толочь. Понятно, хорошо. Таким образом, мы уже научились делать маринованный перец чили. Теперь отставим это в сторону, пускай постоит. Сначала нужно отрезать рыбью голову. Как правило, мы отмеряем от челюсти расстояние в 2-3 пальца. Если рыба, например, маленькая, тогда 2. Если очень крупная, более 5 килограммов, тогда 3 пальца. Здесь 2 пальца, верно? Да. Отмерили 2 пальца, режем здесь. Хорошо. Разрезать эту рыбу нужно сзади. Благодаря этому брюхо и жабры будут держаться вместе, и рыбью голову можно разломить. А сзади у рыбы мясо очень толстое. Правильно. Разрезанная таким образом рыба готовится быстро и вкусно. Если разрезать спереди, отвалится большая часть мяса сзади, и готовить будет непросто. То есть сверху лба? Сверху лба, вот здесь, сзади. Разрезаем ножом до нужного места. До нужного места разрезали, раскрываем, после того, как раскрыли, удаляем внутренности. Ага, затем вычищаем, вымываем при помощи воды. Вымываем водой, верно. Теперь? Теперь с этой стороны аккуратно рубим. Используя заднюю часть ножа. Похоже, там кость. Это делается для того, чтобы улучшить вкус. Готовку, вкус, да. Обратите внимание на это место с толстым мясом. Кладем рыбью голову внутрь, немного лука и имбиря. Давайте сюда. Кладем лук и имбирь, добавляем пиво. На этот раз используем пиво. Выдерживаем в пиве, его испарения делают рыбу более мягкой и нежной. Выдерживаем минут 20, чтобы появился вкусный запах. На самом деле, никакого вкуса пива не остается. Да. Но при этом улучшается качество мяса. Да, выдерживаем 20 минут, после чего вытаскиваем и вытираем насухо. Потом помажем немного устричным соусом. После того, как мы выдержали рыбу в пиве, вынимаем лук и имбирь. Через 20 минут? Через 20 минут вынимаем. Вытираем насухо, чтобы не было влаги. И будем варить на пару? Да, будем варить. В устричном соусе? Да, вылейте эту воду. Хорошо. Затем вытираем влагу, вытираем, чтобы не было так много воды. Хорошо, берем устричный соус и мажем им рыбью голову. Это улучшит вкус, делая его еще более свежим. Свежее добавляет свежести. Мажем только с разрезанной стороны. С этой тоже можно помазать. Можно еще немного. Кладем на тарелку. Хорошо, она уже готова к варке в кастрюле? Подождите немного. Больше ничего не нужно? Нужно еще приготовить. Еще нужно? Да, теперь будем неделю мариновать перец для пасты. Целую неделю. Шучу, мы принесли уже готовый. Готовый? Да, теперь кладем в пиалу, затем в пиалу добавляем что? Перебродившие соевые бобы. Мнем их немного. Перебродившие соевые бобы и перец, это действительно классическое сочетание? Да, аромат, который появился, еще усиливает восприятие. Просто рубим не слишком мелко. Вы варили эти соевые бобы? Не варил, нам еще предстоит. Сушеные, перебродившие соевые бобы. Кладем их в пиалу, добавляем в пиалу немного сахара. Теперь и острое, и соленое. Да, этого достаточно. Мы ведь в процессе маринования уже добавили сахар, соль, чеснок и водку, верно? Затем перебродившие соевые бобы, мариновый перец и только что добавленный нами сахар, соединяем воедино. Все это нужно добавлять после того, как рыба сварится или сейчас? Нет, обязательно должно свариться. В конце концов, вкус перца смешивается со вкусом рыбы. Угу. То есть класть наверх. В этом блюде главное знать, сколько чего класть. Потому что сама голова уже обмазана устричным соусом. Да. Больше ничего не нужно добавлять для вкуса. Да, только во время маринования немного пива и лука с имбирем. Угу. Поэтому во время еды чувствуется лишь вкус маринада. Хоть сейчас и может показаться слишком соленым и острым, но после варки вкус станет более мягким, намного нежнее. Намного мягче. Все выйдет с паром. Да. Далее, чтобы рыба готовилась быстрее, как правило, под нее подкладывают палочки, которые ее немного приподнимают. Благодаря этому она готовится быстрее. Ммм, пропуская пар. Чтобы пар мог проходить и снизу, и сверху, верно? Приподнимаем ее. Еще одна. Вот так, тремя палочками приподняли ее. Достаточно? Хорошо. Хорошо. Тогда я включаю огонь. Включаем огонь. Ждем, пока появится пар. Когда пар пошел, можем ставить. Хорошо закрываем крышкой, варим 15 минут. Если варить дольше, будет плохо. Тогда мясо рыбы станет жестким, так ведь? Порежем немного зеленого лука. Это последнее, чем мы будем посыпать сверху. Посыпать сверху, да. Хорошо. Рыба скоро будет готова. Прошло почти 15 минут. Когда время почти истечет, нужно будет налить горячего масла. Для чего? Чтобы окончательно увлажнить. Некоторые люди интересуются, где у рыбы самая вкусная часть. На самом деле, если говорить о рыбе, то самое жирное мясо на животе, но самая вкусная часть – это жилеподобное содержимое головы и рыбьи губы. В таком случае рыба должна быть большая. Большая, маленькая не подойдет. До какой температуры нужно нагревать масло, мастер Тюй? Появится дым, значит, достаточно. Тогда сделаем огонь поменьше. Сделаем поменьше. Подождем, пока рыба будет почти готова, пока масло нагреется, и потом выключим оба огня. Понятно. 15 минут прошло, выключаем огонь. Наша рыбья голова. Вот. Посмотрите на эту рыбью голову. Вынимаем тарелку с рыбой. Вот. Тем временем можно воспользоваться маслом, которое уже нагрелось. Подождите немного, сначала сольем воду. Этот отвар нам не нужен. Выливаем. Хорошо. Хорошо. Вынимаем эти палочки, сверху посыпаем. Можно посыпать луком? Скорее. Хорошо. Важно насыпать посередине. Посередине. Да, я полью маслом посередине. Да, чтобы собралось в центре. Равномерно здесь еще немного. Раз уж везде посыпали, то здесь тоже нужно. Хорошо, хорошо. Что тут скажешь? Действительно равномерно. На самом деле лучше не размешивать. Да, горячее масло ее увлажнит. Да, я не разбираюсь в этом. Хорошо. Масло уже начало немного дымить. Видите? Немного дымит. Есть немного. Сейчас нагретое до 210-240 градусов. Почти достаточно, чтобы нагрелось. На самом деле используем немного. Да, хорошо. Выключаем огонь, зачерпываем масло. Смотрите, сюда немного и сюда еще немного. Еще немного вот сюда. Немного с передней стороны. Хорошо. Я не была голодна, но почувствовав этот запах, проголодалась. Глядя на это, возникает такое чувство. И аромат есть. Спыл в жару. Маринад ароматный, соевые бобы ароматные, лук ароматный. И все это соединяется с ароматом рыбы. А это горячее масло стимулирует прекрасный вкус каждого из них. Если вы любите острое, то вам сюда. Ведь мы готовим классическое хунаньское блюдо рыбья-голова в хлопьях красного перца. Готовится оно так. Нарезаем красный перец кубиками, чеснок ломтиками, вместе толчем их в ступе. Затем кладем в посудину, добавляем соль, сахар, высокоградостные водки, перемешиваем, закрываем пластиковой пленкой, ставим в холодное темное место приблизительно на неделю побродить. Рассол готов к использованию. Затем отрезаем голову на расстоянии двух пальцев. Разрезаем рыбу со спины. Кладем на 20 минут в маринад из лука, имбиря и пива. Маринованную рыбью голову вытираем насухо. Мажем устричным соусом, кладем на тарелку. Добавляем немного измельченных сушеных бобов, сахара, хорошенько перемешиваем, выкладываем сверху на рыбу. А под низ подкладываем палочки и ставим на пар. Варим на сильном огне 15 минут. После этого суп сливаем, палочки вынимаем, посыпаем луком и поливаем горячим маслом. Сегодня мы приготовили замечательное блюдо рыбью голову. Не каждый его приготовит и не каждый его съест. Замечательно! Научившись этому, узнала много ценного. Хорошо! Те из нас, кто ест, не ленивые. Это очень простая в приготовлении летняя закуска. Чтобы ее приготовить, нам понадобятся брокколи, мелкий красный перец, порезанный острый перец чили, кунжутное масло и столовая соя. Способ приготовления следующий. Нарезаем брокколи на мелкие кусочки. Кладем в кипящую воду. Добавляем немного соли и растительного масла. После варки кладем брокколи в ледяную воду. Затем кладем в пиалу порезанное чеснок и красный перец. Добавляем ложку порезанного острого перца чили, столовой сои, соли, кунжутного масла, сахара и хорошенько перемешиваем. Выжимаем воду из брокколи, кладем в посуду, перемешиваем соусом и подаем. Субтитры создавал DimaTorzok В КНДР подтвердили проведение стрельб из дальнобойных реактивных орудий. Борьба Ирана. Рухани призвал увеличить нефтяной экспорт и продолжить продажи нефти в ответ на санкции США. Майские праздники в Китае. За выходные жители страны поставили новый рекорд по объему внутреннего туризма. Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Игоря Злотников. На понятном языке в КНДР подтвердили, что накануне проводили стрельбы. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что учениями руководил лично Ким Чин Ин. Официальная цель – оценить и проверить умения военных обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием. Но что Пхеньян хотел сказать этим миру или конкретным странам и как эти страны отреагировали, об этом наш следующий материал. Что это летело, откуда и в каком количестве – непонятно. В Центральном телеграфном агентстве Кореи не сообщили. В том смысле, что да, ракеты, но какие из множества видов. Они были направлены в Японское море, но цель, по всей видимости, была в головах у политических партнеров, не спешащих делать ответные шаги на примерное поведение. Вот и в Республике Корея вроде бы шли-шли к некоторому ослаблению финансовых ограничений, но накануне новых учений соседа снова стали говорить жёстче. Логика предельно ясна. Санкции действуют из-за ядерной и ракетных программ ГАНТР. И поэтому должны быть какие-то зримые, конкретные и существенные действия Пеньяна, чтобы мировое сообщество согласилось что-нибудь изменить. Ядерная дипломатия на Корейском полуострове находится в подвешенном состоянии с тех пор, как президент США Дональд Трамп отверг то, что он назвал плохой сделкой на саммите с Кимченыном в Ханое. Недавно во Владивостоке глава КНДР обсужал с Владимиром Путиным возможность возродить шестисторонние переговоры. Штаты по-прежнему этого не хотят. Важно то, что КНДР сейчас жизненно необходимы деньги. Буквально в пятницу ООН опубликовала доклад, согласно которому Пеньян сократил размер суточного продуктового пайка до самого низкого уровня в истории для этого времени года. Засухи, аномальная жара и наводнение стали причиной худшего за 10 лет урожая. По нашим оценкам, около 10,1 миллиона человек или почти 40% населения КНДР сталкиваются с острой нехваткой продовольствия и нуждаются в помощи. Дональд Трамп, желающий стать президентом США, который сможет договориться с КНДР, тем временем продолжает делать хорошую мину. Острой реакции на новые пуски от него не последовало. Как обычно в соцсетях, он заявил, что считает, Ким Чен Ын осознает огромный экономический потенциал своей страны и не станет делать ничего, чтобы помешать или положить этому конец. Сделки быть. Ответ обратным эффектом президент Ирана Хасан Рухани озвучил в эфире гостелевидения меры противодействия американским санкциям. И, похоже, несмотря на надежды США, прекращать торговать нефтью никто не намерен. Нам следует нарастить производительность и увеличить экспорт товаров, не связанных с нефтью. В то же время продолжать запасать нефтепродукты и сохранять их продажи. Мы окажем сопротивление заговору американцев против нашей нефтяной промышленности. По словам Рухани, в прошлом году объемы экспорта иранских товаров, не связанных с нефтью, составил 43 миллиарда долларов. Нужно торговать больше. Президент также считает, что Вашингтон нацелился на резервы Тегерана в иностранной валюте. А значит, нужно увеличить доходы в твердой валюте и сократить расходы. Напомню, это выступление стало реакцией на ужесточение антииранских санкций со стороны США. 3 мая ими уже пригрозили тем, кто будет помогать в расширении АЭС в Бушере. Кроме того, в Госдепартаменте заявили, что не позволят Исламской Республике производить тяжелую воду выше существующих лимитов. Председатель иранского парламента Алила Риджани ответил, его страна продолжит обогащать уран в соответствии с соглашением по ядерной программе. Тем временем Париж, Лондон, Берлин и Брюссель в совместном заявлении указали, что сохранят финансовые и торговые каналы с Тегераном и призвали Пекин и Москву сделать то же самое. За минувшие сутки из сектора газа по Израилю было выпущено более 450 ракет. Об этом сообщили израильские военные. В связи с атакой Израиль полностью закрыл рыболовную зону берегов сектора газа и приостановил работу наземных погранпереходов. В ответ Израиль поразил 220 ракетами объекты на территории газы, в том числе пусковые установки для ракет, командный центр палестинского движения «Хамас», а также склад оружия. Тем временем глава администрации Палестины Махмуд Аббас резко осудил удары Израиля и назвал их военным преступлением. Он призвал международное сообщество обеспечить защиту палестинского народа. По данным Министерства здравоохранения сектора газа, в результате ударов израильских ВВС погибли мирные жители. Напомним, резкая эскалация напряженности на границе сектора газа и Израиля началась на этой неделе после месяца относительного затишья. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных сохранять единство и защищать страну от атак империализма. Он отметил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо и его сторонники хотят снова колонизировать Латинскую Америку и Карибский бассейн. Они ведут нетрадиционную войну, чтобы ослабить Венесуэлу с помощью предателей и заговорщиков. Ранее президент призвал боливарианский конгресс народов Венесуэлы провести специальную сессию, чтобы определить политический вектор развития. Напомним, 1 мая Мадуро заявил, что его правительство готово принять специальный план изменений для того, чтобы исправить допущенные ошибки. За день до этого оппозиция вновь сделала попытку госпереворота. Хуан Гуайдо и его сторонники собрались в столице Венесуэлы рядом с военной базой Карлота. Оппозиционный лидер призвал жителей страны и армию завершить операцию «Свобода», цель которой – свержение главы государства Николаса Мадуро. В китайском Циндао завершились учения «Морское взаимодействие-2019». В последний день маневров экипажи кораблей Тихоокеанского флота России и ВМС «НОАК» провели комплексные стрельбы по морским и воздушным целям. Упражнения прошли в акватории Желтого моря. Согласно легенде, большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и эсминец «Чанчунь» обнаружили неопознанное суднонарушитель, в роли которого выступил танкер «Иркут». Экипажи поразили надводные мишени, имитирующие корабли и летательные аппараты условного противника. В ходе маневров было отрепетировано десантирование на корабль с воздуха и конвоирование судов-нарушителей. Морская часть китайско-российских учений стартовала в порту Циндао 1 мая. Цель – улучшение управления совместными действиями по обороне на море и противодействию угрозам безопасности. С обеих сторон в учениях были задействованы 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 10 самолетов и вертолетов и подразделения морской пехоты. «Достигнут высокий уровень взаимодействия между моряками российского флота и ВМС НААК, для того, чтобы достигнуть более высокого уровня боеспособности наших флотов. То, что мы увидели на эсминцах Арбин и на других кораблях, показало высокую выучку китайских моряков. Надо в дальнейшем развивать, то есть учения нужно расширять, усложнять задачи». В Москве состоялась вторая репетиция парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовало 13 тысяч военнослужащих и более 130 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, бронетранспортеры и ракетные комплексы. По Красной площади прошли пешие парадные расчеты войск московского гарнизона, учащиеся военных вузов, училищ и кадетских корпусов. Руководил репетицией министр обороны России Сергей Шойгу. Посмотреть на прохождение войсковых подразделений собрались сотни зрителей. В тот же день тренировочные полеты над столицей провела авиация Воздушно-космических сил России. Напомним, первая репетиция парада победы прошла в Москве 29 апреля. Генеральная репетиция на Красной площади намечена на утро 7 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Фиджи завершилось 52-е годовое собрание Азиатского банка развития. Мероприятие собрало министров финансов, управляющих Центробанков и руководителей предприятий стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Тема встречи в этом году – процветание через единство. Министр финансов Китая Лю Кунь в ходе собрания заявил, что Азиатский банк развития должен выступать за равные и взаимовыгодные условия для всех участников внешнеэкономических отношений в регионе и стимулировать их развитие. Он призвал разработать несколько стратегий для помощи развивающимся государствам в зависимости от конкретной ситуации и ускорить реформу глобального управления. Министр приветствовал поддержку банкам программ регионального сотрудничества и развития их интеграции с китайской инициативой «Пояс и путь». Коллега Лю Кунь из Монголии в ходе мероприятия назвал этот проект стимулом для укрепления отношений с соседями. Монголия рассматривает инициативу «Пояс и путь» как отличную возможность для развития. Исторически наша страна была частью Великого Шёлкового Пути. Поэтому мы делаем всё, чтобы установить новые связи с другими странами и извлечь всё лучшее из этой возможности. В Китае завершились четырёхдневные выходные в честь Дня труда. Для туристической инфраструктуры страны они оказались одними из самых загруженных в году. За первое число мая жители КНР совершили 195 миллионов внутренних поездок. Драйвером для турпотока служили не только достопримечательности, но и местная кухня разных провинций. С подробностями корреспондент CGTN. В этом году майские праздники в Китае продлились не три, как обычно, а четыре дня. И это закономерно отразилось на показателях внутреннего турпотока. Число поездок по сравнению с прошлым годом увеличилось на 14%. Доходы от туризма на 16%, превысив 17 миллиардов долларов. Железные дороги совершили 50 миллионов пассажирских перевозок. Авиалинии почти 7 миллионов. Одну только международную садоводческую выставку в Пекине за 4 дня посетило 320 тысяч человек. В Чунцине, на юго-западе Китая, спросом у туристов пользуются экстремальные виды спорта. Мне очень нравятся прыжки с парашютом. Я чувствую себя летящей в небе птицей. На объектах всемирного наследия ЮНЕСКО на майские – настоящее столпотворение. Гору Тайшань на востоке Китая за 4 дня посетило 300 тысяч человек. В уезде Уюань на юго-востоке, который часто называют самым красивым уездом страны, приезжие наслаждаются сочетанием жилой архитектуры и природы. Здесь чувствительно красиво, как будто я гуляю среди моря цветов. Многие путешествуют в другие города ради гастрономических открытий. Одна из точек притяжения для гурманов – город Чунцин. Еда в Чунцине горячая и острая, она бодрит. В южнокитайском Шунде приветствуют сладкоежек. Город славится конфетами и десертами. Молочный крем здесь особенный. Кусть молока очень сильный и очень приятный. Статистика показывает, что все более популярными в Китае становятся семейные поездки. А это, в свою очередь, стимулирует и общий турпоток, и объем доходов в отрасли. Александр Дегтярев, CGTN. Таковы главные новости по версии журналистов CGTN. Следить за развитием событий вы также можете на нашем интернет-сайте russian.cgtn.com. У меня на этом все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Китае. 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 истории. Что же он рассказывал? Что такое кунг-фу? По легенде, глубоко в горах хранится уникальное учение. Он нашел волшебное оружие, с которым он бродил по миру и боролся за справедливость. Оружие закаляется металлом, деревом, водой и огнем. Мир не делится на север и юг. Не бывает сильного и слабого оружия. Каждый кунг-фуист всю свою жизнь ищет подходящее оружие. После закалки железом и огнем, закалки тела и духа, оружие приобретает особый характер хозяина и становится частью жизни кунг-фуиста. Мир как печь. Мы создаем оружие, а оружие создает нас. Годы создают легенду кровной связи между человеком и волшебным оружием. Гора Суньшань – один из пяти священных пиков Китая. Святая земля – цзэн кунг-фу. Многие мастера кунг-фу практикуют в гуще леса сложные приемы. Шаолинская палка Шаолинская палка очень эффективна. Ружьем можно убить одного человека одним выстрелом, а при помощи палки – нескольких человек одним ударом. Шаолинская палка Шаолинская палка пригласили для обучения спецназа приемом с палкой. Я всю жизнь был тренером, никогда не был инструктором. Это впервые. Для меня это большая честь. Начальник полиции сказал, что я могу сделать что-то полезное для людей. Мне кажется, что это очень почетно, поэтому я с радостью согласился. Оружие – продолжение рук и ног человеческого тела. В Китае палка считается отцом всего оружия. Ее можно сделать из ветки, из подручного материала. У нее нет лезвия, ей трудно убить. Поэтому она стала самым популярным оружием шаолинского кунг-фу. Мы проводим тренировки палка против палки, палка против мяча, в глуши, чтобы проверить практичность этих приемов и понять, как лучше использовать шаолинскую палку в реальном бою. Наказать, но не убить. Это понимание палки китайцами. Лян Дзихун считает, что палка – как его характер. Он ненавидит зло, предпочитает умереть, чем сдаться. На протяжении тысячелетий шаолинские монахи сдерживали врага палками, защищая справедливость и охраняя родину. Сегодня эта ответственность легла на Лян Дзихуна. Сегодня теракты чаще всего происходят в общественных местах. Борьба с терроризмом очень сложна. Шаолинские приемы с палками, которые сдерживают, но не убивают, получили сегодня новое применение. Прибыв в Хулу Тао, Лян Дзихун ведет команду спецназа на напряженную тренировку. Стойка всадника. Далее движение влево и вправо. Раз. Стойка всадника. Два. Шаг вперед. Закрыть. Удар ногой. Стойка лучника. Рука сзади на талии. Вы делаете все неплохо, только стойку всадника и удар надо делать лучше. Еще раз. Внимание. Первое движение кричим. Один. Два. Три. Шаолинское кунг-фу играет важнейшую роль в современном обществе, что меня очень радует. Это большая честь и радость сделать эту работу. Полка на месяц, нож на год и копье на всю жизнь. Копье – реальный царь всего оружия. Стоп, стоп. Вот так надо делать. Вот так. Раз, два. Вот так, укол. Давай еще раз. Ченчжэн фэн – мастер шаолиньского копья. Сегодня он занимается пьесой, в которой показано 18 видов оружия. И копье неизменно играет главную роль. Для этого он должен неоднократно тренироваться с актерами. Ему нужно, чтобы это копье твердо стояло на сцене. Стоп, вот так. Стоп, прыгай. Стоп. И еще раз. Встань назад. Стоп. И еще раз. Шаолиньское копье называют копьем 13 приемов. Тренировки с копьем требуют очень много сил. Тренировка длится более двух часов. Актеры истощены. Стоп. Неправильно. Еще раз. Стоп, стоп. Стоп. Хорошо, еще раз. Вставай. Вставай. Я больше не могу, учитель. Вставай. 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 Я начал учиться ушу у отца, когда мне было где-то пять с половиной лет. Я наблюдал вечерами, как он тренируется при лунном свете. Очень быстро, мощно. В душе я очень восхищаюсь своим отцом. Папа? Мама, что вы готовите на обед? Что я готовлю? Жареные хлебцы. Жареные хлебцы. Я смотрю, отец спит. Отец плохо себя чувствует, у него плохо с сердцем. Еще и похудел. Похудел, да. Плохо ест. Плохо ест, ему повредили грудь из-за выкачивания жидкости. Отец Чэн Джан Фэна, Чэн Удзин, ранее был могущественным королем копья в Дэн Фэне, провинции Хэнань. Из-за несчастного случая 8 лет назад он больше не встает. С тех пор он больше не брал в руки любимое копье. В этом представлении о 18 оружиях рассказывается о нашем копье. Ты овладел копьем 13 приемов, о котором я тебе говорил? Да, но сейчас другие ученики. Когда ты учил меня в детстве, как бы сильно ты меня не бил, я тренировался. Вчера один ученик устал. Я отругал его. Он перестал заниматься и ушел. Оставил меня одного. Меня это очень разозлило. Ну и ладно, тренируйся сам. Репетируй сам, продолжай тренироваться. Я сам тренируюсь, но ты должен научить меня уникальным приемом. Где мое копье? Принеси мне мое копье. Где твое копье? Пойди поищи. Пойду поищу. Мам, где копье отца? Не знаю. Он так долго не тренировался. По дворе? Пойди, посмотри в том дворе. Посмотри там. Домашние беспокоились, что старик расстроится при виде копья, и спрятали несколько старых копий. Прошло много времени, и они сами забыли, куда их спрятали. Пока сын ищет копье, Чен Удзин хватает веревку, которая висит под крышей, потихоньку поднимая себя с кровати, чтобы встретить копье, которое он не видел восемь лет. Он должен встретить старого друга в позе кунг-фуиста. Академия Чэнь Чжан Фэн обыскал в доме все углы. В итоге в груди сельскохозяйственного хлама нашел копье, которым поражал весь мир кунг-фу его отец. Но теперь кончики копий заржавели. Отец, я принес копья, которым ты обычно пользовался. Этим? Этим... Этим копьем я пользовался много лет. У него длинная история. Ты уже старенькая. Дай я стряхну с тебя пыль. Ты провела со мной несколько десятков лет. Несколько десятков лет. Нам больше не быть вместе. Ты больше мне не принадлежишь. Теперь мы будем вместе в будущей жизни. Прости меня. Я больше не могу быть с тобой. Пусть с тобой будет мой сын. Пусть Чжан Фэн составит тебе компанию. Дай мне копье. Мне надо тебе кое-что сказать. Когда будешь тренироваться, нужно делать такое движение. Запомни. Сначала возьми копье. Помоги мне положить его за спину. Как копье покажется, лови его за спиной. Веди руку вдоль копья, наверх. Лови с той стороны. Раз и лови. Эта рука примерно там же, где конец копья. Следующее движение. Руку сюда. Вперед. Этой рукой лови. Потом можешь показать копье. Моя жизнь подходит к концу, поэтому я доверяю копье тебе. Не волнуйся, отец. Отдыхай. Я буду отдыхать. Этот бывший король копья так попрощался со своим волшебным оружием. Сейчас он научил сына самому важному приему, как делать выпад копья. После этого старик надеется, что копье сможет скорее оказаться на сцене. Отец пролежал в постели 6 лет. Но он все время говорит о кунг-фу. Просит меня лучше тренироваться. Он сам не может встать и возлагает на меня надежды. Я его не подведу. Однако за день до выступления с копьем на сцене в июле 2015 года Чен Удзин внезапно ушел из жизни, унеся с собой безграничное сожаление. Чен Джан Фэн поклялся во что бы то ни стало исполнить желание отца. Субтитры создавал DimaTorzok День Джан Шути начинается с двух ночи. Традиционные мастера кунг-фу считают, что тренировки ранним утром способствуют повышению уровня кунг-фу. Я встал где-то в два ночи. Было очень тихо. Это мое рабочее время. День Джан Шути Джан Шути 64 года. Его распорядок дня отличается от обычного человека. Медитирование в горах то, что он должен делать каждый день. После тренировки Джан Шути нарушил привычный маршрут и пошел за горы. Ему нужно сделать важное дело. Субтитры создавал DimaTorzok По мнению других, Джан Шути – странный старик. Но ему все равно, что о нем думают другие. Он держится особняком, поступает по-своему. У него есть свой мир. В действительности, Джан Шути – плотник. Но мало кто знает, что этот мастер высокого уровня использовал пять паспортов и объездил 46 стран. Сегодня он сидит дома, так как он тщательно делает тхармопалку из финикового дерева, которое он срубил за горами. Дхармопалки Дхармопалки очень искусные. Они служат палочками для старика. Днем они сопровождают в ходьбе. А если попались бандиты, то служат копьями. Удар влево, удар вправо. Они могут остановить удар с любой стороны. Ими бьют в обе стороны, потому что мастер отходит в сторону. Бо Вэнь, я сделал тебе маленькую тхармопалку. С сегодняшнего дня я буду учить тебя владеть ею. Хорошенько занимайся, будь примером для своего брата. Раз, два, три. Раз, два, три. Блокируй над головой. Я хочу оставить это своему сыну и внуку. Пройдут годы, когда меня не будет. Мой внук возьмет ее и скажет, это мне сделал дед. Мне очень приятно, что мое искусство продолжается. Раз, два, три. Хорошо. В китайской провинции Хэннань в июне начинается сбор большого урожая пшеницы. Цуи Чжу Ну сыном заняты в поле. Реальный мастер кунг-фу может атаковать человека палкой и использовать серп в качестве оружия. Отец Цуи Чжу Ну Цуи Си Ци старый мастер кулака, который владеет двойным серпом. Ему 93 года. Занимается кунг-фу более 70 лет. В Дэн Фэне все легенды о двойном серпе связаны с Цуи Си Ци. Двойной серп особое оружие в шаолиньском кунг-фу, известное своей остротой и сдержанностью. Из всех видов оружия с двойным серпом тренироваться сложнее всего, потому что внизу крюк и на конце тоже. Структура сложная, он сложный в использовании, для тренировки нужны навыки и техника. В обычные времена сельскохозяйственное орудие, военное, оружие. Господин Цуи ходит по свету более 70 лет, он всегда был осторожным и скромным. По его мнению, в мечах и ножах таится опасность. Чем острее, тем сдержаннее должен быть тренирующийся. Сдержанность самая главная добродетель кунг-фуиста. Почему люди занимаются ушу? Не для того, чтобы бить людей в случае конфликта. Это неправильно. У ушуиста должны быть высокие моральные качества, чтобы сохранить жизнь в безопасности. Шаолинский молот-метеор. Он летает, как стрела. Он изящен, как плывущий дракон. Он наносит удар, как молния. Он мощный, как гром. Вот так люди описывают шаолинский молот-метеор. Это решающее оружие в реальном бою. Ему трудно противостоять. молот-метеор. это вид гибкого оружия. Его самое большое отличие от других видов оружия в том, что оно может обвивать, складываться, прятаться. И близко, и далеко. Оно твердое, гибкое. В нем переплетается гибкость и мягкость. Оно свободно собирается и распускается. Куда просит душа, туда идет рука. Там и применяется сила. И туда, и ударяет молот. Сегодня Чен Тунчуань главный тренер в школе боевых искусств Дэн Фэн с десятью тысячами учеников. В Дэн Фэне сейчас несколько сотен тысяч человек занимаются ушу. Это великое событие. Люди по-прежнему мечтают об ушу. Несколько дней назад учитель Чен Тунчуаня Хао Ши Джай, известный в Шаолине как «Ходячая энциклопедия бокса», внезапно умер. Его навыки ушли вместе с ним. Перед Чен Тунчуанем предстала жестокая реальность. Мне очень тяжело на сердце. Некоторые старые мастера шаолиньского кулака вот так внезапно умирают. И с собой они забирают очень ценные вещи. У нас в душе в наших глазах они не всегда сильные. Чен Тунчуань принял решение. Он начал ходить к известным шаолиньским мастерам кунг-фу в надежде записать их кунг-фу на видео. Когда я прилагаю усилия, мое сердце не выдерживает. Раньше я каждый день тренировался. Сердце переносило. Когда двигаюсь, только хочу встряхнуть телом, и сердце не выдерживает. Но неожиданно для Чен Тунчуаня немало мастеров шаолиньского кулака уже в пожилом возрасте и хотят уйти в тень. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давным-давно была гора. На горе был храм. В храме старый монах рассказывал истории. Что же он рассказывал? Что такое кунг-фу? По легенде, глубоко в горах хранится уникальное учение. Он нашел волшебное оружие, с которым он бродил по миру и боролся за справедливость. Оружие закаляется металлом, деревом, водой и огнем. Мир не делится на север и юг. Не бывает сильного и слабого оружия. Каждый кунг-фуист всю свою жизнь ищет подходящее оружие. После закалки железом и огнем, закалки тела и духа, оружие приобретает особый характер хозяина и становится частью жизни кунг-фуиста. Мир как печь. Мы создаем оружие, а оружие создает нас. Годы создают легенду кровной связи между человеком и волшебным оружием. Порекомендуйте тех, кто может тренироваться. Я не видел некоторых долгое время. Не знаю, как они сейчас себя чувствуют. Боюсь, уже не та физическая форма. Если просто имитировать движение, медленно, без привязки к качеству, думаю, нормально. Если делать, то делать хорошо, по совести, стараться выкладываться по максимуму. Правильно ведь? Если делаешь что-то, то нужно делать на совесть. Во время сбора информации я столкнулся с трудностями и препятствиями. Если мы потеряем ценности, переданные нам предками, не унаследуем их и не разовьем, это будет нашим грехом. Я думаю, что с такой силой воли, верой мы сможем преодолеть трудности. Чен Тунчуань считает, что он сам как молот-метеор, с которым он тренируется всю жизнь. Куда бы ни отправилась его душа, туда и идет сила, туда и идет молот. Как бы ни менялась эпоха, кунг-фуистам нельзя сходить с дистанции. Даже если все остановятся, он должен идти вперед. Даже если остановятся тысячи людей, я не встану. Я не так стар. Я еще могу тренироваться. И я хочу это делать. Своими действиями и своим примером заражать людей вокруг. Самое главное для Ушу это мастерство. Оно показывает уровень владения кунг-фу. В кузнице господина Ван Гонченя клиентов не было более 20 дней. Непонятно, когда бизнес пошел на спад. Все меньше и меньше людей стали делать мотыги. Но огонь в печи тушить нельзя. Как бы плохо ни шел бизнес, марку надо держать. Чтобы убить время, господин Ван решил сделать шаолиньский стальной меч по старым правилам. Когда все было готово к работе, Ван вдруг смутился. Он не мог вспомнить, как делать меч. В последний раз я отливал меч 35 лет назад. С тех пор не занимаюсь этим. Сейчас мечи, сделанные на станке, очень искусные. Я не могу достичь такого уровня. У людей стали выше требования. Мне кажется, я отстал. Господин Ван рисует меч по памяти на бумаге. Он настроен сделать меч, чтобы завоевать былой престиж для своей мастерской. Легкие удары маленького молотка, оглушающие удары большого молота. Для литья меча нужно два человека. Ван нашел старого помощника для изготовления меча. Что ты делаешь? Делаю меч. Ты разбогател. Ты делаешь кухонный нож или серп? Я делаю меч для ушу. Я думал, ты делаешь кухонный нож или серп. Ты и мечи умеешь делать? Кое-как. Молодежь больше не занимается этим, а ты это умеешь. На безрыбье и рак рыба. Зачем я делаю этот меч? Я уже стар. В будущем больше не смогу этим заниматься. Я хочу сделать меч в качестве сувенира. Когда я умру, дети будут смотреть на него и вспоминать меня. Останется им на память. Изготовление мечей вручную было лучшим навыком Ван Ганченя 30 лет назад. Тогда любители кунг-фу со всех уголков Китая хотели заполучить хороший меч от него для тренировки. Ван очень этим гордился. После длительной работы Ван наконец изготовил меч, который он хотел. Останется им вруч underer går, Жел Pedераптие. �ор год сузsur. Варим, Георгийов. Я уже стар и решил сделать хороший меч. Мы не будем его продавать. Оставим на память. Хороший получился. Неплохое вино. Хотя времена холодного оружия давно позади, Ван по-прежнему надеется, что его мечи помогут кунг-фуистам сохранить остроту всю жизнь. Самое лучшее оружие – это тело кунг-фуиста. По мнению Лю Гандзяня, его руки – реальное, мощное оружие. Чтобы научиться приему железной руки, нужно бить много раз. Мышцы становятся твердыми, как сталь. Приобретают убойную силу. Служат для самообороны. На самом деле, Лю Гандзянь – повар в одной школе в городе Дэнфэн. Он каждый день готовит для 3700 человек. Никто не знает, что на кухне прячется такой мастер приема – железная рука. Для Лю Гандзяня резать еду, разбивать яйца, готовка и замешивание теста – это все кунг-фу. Тренировка кунг-фу – это готовка еды. Готовка еды – тренировка кунг-фу. После закалки железом и огнем значение оружия возвращается в исходную точку – в тело кунг-фуиста. Оно всегда с собой, глубоко прячется. Это и есть самое мощное оружие кунг-фуиста. Ван Дзунжэня хорошая репутация в Дэнфэне. Он простодушный и открытый, как и его алебарда. Но кое-что смущает его все эти годы. Будучи мастером, я уже долгие годы не могу найти себе хорошего ученика. Никто не хочет упорно тренироваться. Я очень разочарован. Но что больше всего смущает Ван Дзунжэня, так это японец по имени Йошико Багучи. Раньше я занимался японскими боевыми искусствами в Японии. Мой японский учитель сказал мне, что предки японского боевого искусства из китайского монастыря Шаолинь. Он так мне сказал. Именно в то время я и узнал о китайском Шаолине. Через 10 дней Йошико Багучи приедет в Дэнфэн в сороковой раз. На самом деле он обучается кунг-фу у Ван Дзунжэня 20 лет. Но Ван Дзунжэнь никак не решится, надо ли его обучать шаолиньская алебарда. Многие говорят, что это позор для меня брать в ученики японца. Говорят, что в прошлом меня бы назвали предателем. Поэтому я немного растерян. Все время сомневаюсь. Не могу это вынести. Водитель, когда мы будем в Дэнфэне? Еще чуть больше получаса. Через 10 дней Кавагучи приехал. В этот раз он специально привез учителю подарок. Учитель! Здравствуй, Кавагучи! Давно не виделись. Я ждал тебя. Чего так долго? Извините, в Чжэньчжоу была пробка. Извините, что заставил вас ждать. Понятно. Ну, наконец-то мы увиделись. Хорошо. Я в этот раз привез вам подарок. Это алебарда Гуан Юэ? Да. Хорошая алебарда. Я думаю, что шаолиньская алебарда это ваше оружие. Это алебарда. Это алебарда хорошая. Вы можете использовать ее на соревнованиях. Раньше на состязаниях учитель пользовался не очень хорошим мечом. Мне кажется, его делали люди, которые не разбираются в ушу. Поэтому я попытался сделать хорошую алебарду специально для него. Сейчас хочу показать вам результаты моих тренировок, моих занятий. Хорошо? Не торопись. Завтра я отведу тебя в одно место. Хорошо. Рано утром Ван Цзунжэнь отвел Кавагучи на вершину горы, где он занимается кунг-фу круглый год. Он хочет проверить навыки своего ученика. Готов ли он изучать горячо любимое им оружие? Я также знаю, что многие винят вас, что вы обучаете японца. Я это чувствую. Но вы никогда этого не говорите. С 1995 по 2015 годы на протяжении 20 лет он приезжает сюда два раза в год. Обычный человек так не сможет. Я действительно этим трону. За 20 лет он добился большого прогресса в Ушу. На самом деле, по мнению Ван Цзунжэнь, среди всех его учеников никто не может достичь уровня Кавагучи. Видя, как уровень кунг-фу Кавагучи повышается с каждым днем, у Ван Цзунжэнь смешанные чувства. По-многоям кунг-фу Кавагучи, Кавагучи- После долгих размышлений Ван Зунжень, наконец, принимает решение. Кабагочи, заходи. Кабагочи, заходи. Ее не используют в бою и драках. Да. Поэтому я привел тебя зажечь благовония Гуан Юю. Хорошо. Помолись ему. Не всякий человек может обучаться алибарде Гуан Юе. Если ты хочешь учиться, сначала нужно помолиться Гуан Юю в его храме, чтобы получить его разрешение. Мы не можем тут решать. Ведь это распространение духа нации. Хоть ты и японец, приехавший в Китай, все равно нужно молиться Гуан Юю. Шаулинская алибарда – начальник всего оружия. Передается из поколения в поколение верностью, символизируя терпимость и великодушие китайцев. В этот момент Ван Зунжень, наконец, перестал тревожиться. Алибарда Гуан Юя – это своего рода озарение национального духа, а также мир. Кавагуччи изучает это искусство и распространяет его в Японии. Я хочу, чтобы он знал глубокий смысл изучения алибарды Гуан Юя. Сейчас я приехал сюда, чтобы изучать кунг-фу. Сейчас приезжаю в Дэнфэн. Ощущение, что приезжаю на родину. Учитель дал мне китайское имя – Ван Пэн Ли. Мой учитель Ван Зунжень – мой отец Китая. Силу применяют только для поддержания мира и порядка. Нужно быть снисходительным. По мнению Ван Зунженья, у кунг-фу нет границ, и любовь – это его основа. Раз. Два. Три. Через два месяца первая группа спецназа, прошедшая обучение Лян Ди Хуна, приступила к работе. После записи кунг-фу старых мастеров кулака, Чен Тунчуань укрепляет преподавание традиционного кунг-фу. Он верит, что только наследование может создать легенду. Представление Чен Тунчуань Фэна состоялось по плану. На глазах отца шаолинское копье 13 приемов снова предстало перед людьми. Волшебное оружие стало продолжением жизни поколений кунг-фуистов. Там, где есть люди, есть свет, есть общество. Свет наполнен ненавистью и любовью. Каждый ищет свое общество. Продолжение уже завтра. Шаолинское кунг-фу. Серия 4. Мир Диан Ху. Вы узнаете о мудрости выживания китайских кунг-фуистов в соответствии с местными условиями. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Многие, кто бывал в зале часов Гугуна, были безмерно восхищены западными часами. Можно сказать, что каждый из них – редкое произведение мастера. Все они были подарены в качестве официального подарка дипломатами, приезжавшими в то время в Китай из различных западных стран. Изготовление часов в полной мере раскрывает уровень мастеров и мудрость национальной культуры западных стран. Поэтому их и преподносили посланцы. Больше всего подобных подарков было получено во время правления императора Циану на династии Цин. Эти часы высотой 122 сантиметра, которые несут две лошади, с покрытой золотом медной музыкальной шкатулкой и фонтанами, были подарены императору Цианлуну. С тех пор прошло уже более 200 лет. Механизм устарел, а некоторые части повреждены. Ван Динь из офиса по ремонту часов научно-технического отдела по охране памятников культуры музея Гугун взял на себя эту задачу. У отдела охраны только одно требование – починить снаружи и восстановить часовой механизм. После того, как был снят корпус, позолоченные часы с двумя конями постепенно разбирают, чтобы глубже понять их конструкцию. Нечего и говорить о том, как искусно сделана приводная часть. Особого внимания заслуживает художественное представление двух коней, которое контролируется механизмами, что делает внутреннюю конструкцию еще более сложной. В 1977 году Ван Динь стал учеником часовщика. И первым его знакомством с традиционной техникой стало очищение керосином. С тех пор запах керосина, которым была наполнена комната, следует за ним вот уже 39 лет. Этот маленький кончик вала шестерни поврежден и мешает приводу механизма. Безусловно, с помощью современных технологий можно легко изготовить подобную деталь. Но такой метод запрещено использовать в ремонте древних часов. Можно только осуществить крайне сложную эндоскопическую операцию, отшлифовав поврежденный кончик. В центре на поверхности меньше 1 мм проделать дыру в 0,4 мм и снова насадить стальную ось. Миниатюрный бур очень хрупкий. Если немного увеличить усилие, то он сломается. Ум, глаза и руки должны работать слаженно. Только так можно справиться с установкой острия вручную. Ван Динь считает это основами мастерства. Починка сломанного зубчика – это испытание мастерства опиловки. Кусочек меди будет отшлифован до размера рисового зернышка и припаян на шестеренку. А потом укорочен до размера изношенного оригинала. Вся работа придерживается принципа минимального вмешательства в памятник культуры. Это непреложный закон. Ван Динь полностью разобрал эти часы с двумя лошадями, почистил, удалил ржавчину, выполнил опиловку, восстановил зубчики, припаял, собрал и настроил. Всего больше ста операций. За неприметной шестерней иногда он встречает отметки, оставленные мастерами, изготовившими часы. Каждая защелка, зажим, вращение точно превращает движущую силу в песню, музыку, ход и другие разнообразные сложные функции. Прикасаясь к этому искусному механическому дворцу, Ван Динь смутно ощущает пересекающий время разговор с древними мастерами. После нескольких месяцев сосредоточенной работы, ремонт механизмов стал подходить к концу. Ван Динь натянул пружину и осторожно запустил механизм. 3 августа 2016 года ремонт часов, которые несут две лошади с медной позолоченной музыкальной шкатулкой и фонтанами, подошел к концу. 54 фонтана, 28 фигурок людей, 4 музыкальных шкатулки, более тысячи деталей в руках у Ван Диня обрели свой первоначальный облик. На закате правления династии Мин в Китай проникли первые часы с курантами. Западные часы постепенно изменили метод времяисчисления китайцев. Они не только изменили представление китайцев о времени, но и позволили Китаю заново настроить свои временные координаты, чтобы идти в ногу с миром. Часовые мастера 21 века возвращают былой блеск этим покрытым пылью историческим достоянием. Офис по ремонту часов научно-технического отдела по охране памятников культуры расположен в маленьком дворике, отделенном высокой стеной внутри запретного города. Снаружи офиса стоит шпалера с виноградом. На протяжении веков мастера в обществе старой извивающейся лозы восстанавливали культурные реликвии, восхищались множеством плодов, которые, подобно их ремеслу, множатся из поколения в поколение. Серая черепица маленького дворика кажется еще более древней на фоне молодых веток. Эта комнатушка имеет особый скрытый смысл в запретном городе. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Перед вами город Ухань, который расположен на реке Янзы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Красиво, как будто я гуляю среди моря цветов. Многие путешествуют в другие города ради гастрономических открытий. Одна из точек притяжения для гурманов – город Чунцин. Еда в Чунцине горячая и острая, она бодрит. В южнокитайском Шунде приветствуют сладкоежек. Город славится конфетами и десертами. Молочный крем здесь особенный. Кусть молока очень сильный и очень приятный. Статистика показывает, что все более популярными в Китае становятся семейные поездки. А это, в свою очередь, стимулирует и общий турпоток, и объем доходов в отрасли. Александр Дегтярев, CGTN. Таковы главные новости по версии журналистов CGTN. Оставайтесь с нами, впереди вас ждут подробности. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»! Солируют сварочные роботы Их максимально выверенные движения завораживают За качеством деталей для отправки следит Чен Шаулян На предприятии работает уже 7 лет За это время изучил все тонкости своего дела Поэтому теперь ответственный за экспорт Тщательный досмотр проводит как на стадии производства так и упаковке Внимание обращает даже на самые мелкие детали Говорит, что до ювелирной точности здесь еще далеко Но ошибок быть не должно Это левая сторона корпуса модели Giulian L3. Ее совсем недавно начали собирать в Беларуси. Я проверяю точность сварки и качество всех деталей. Работа очень ответственная, ведь они отправятся на другой конец света. Будет обидно, если что-то не так. Всего с этого завода в Беларусь отправляются десятки видов комплектующих. В основном элементы кузовов. Электроника и другие части идут с других производств. По всей стране их денег. Ведь Джили – это одна из крупнейших китайских автомобильных компаний, которая постепенно завоевывает международный рынок. Можно сказать, что с инициативой китайского правительства «Пояс и путь» связана вся внешняя торговля компаний. Именно она открыла нам новые рынки. Благодаря ей наша продукция сейчас продается в двух десятках стран. С ней же связаны наши грандиозные планы на будущее. К 2020 году мы планируем выпускать по 2 миллиона автомобилей в год и войти в топ-10 на международном рынке. Так что производство в Беларуси должно стать неким мостом для выхода нашей продукции в Европу и страны, входящие в Евразийский экономический союз. Но для выхода на международные рынки компании пришлось модифицировать автомобили. Сделали это также в Нинбо, в одном из научно-исследовательских центров, где расположены сотни лабораторий. Здесь машины проверяют на уровень шума, тестируют на специальной беговой дорожке, которая способна имитировать аж 337 видов поверхностей, и используют специальные антенны. Ими создают разные электромагнитные волны, которые могут повлиять на работу электроники. Для автомобилей, которые собираются в Беларуси, наш научный центр разработал сразу несколько изменений. Во-первых, сделали подогрев лобового стекла, провели гальванизацию кузова, усилили пороги. И, конечно же, добавили подогрев в сиденья, там бывает очень холодно. Ну и немного поковырялись в электронике, теперь есть английский и русский языки. А еще здесь постоянно разрабатывают что-то новое. У компании «Джили» уже 417 собственных патентов. Многие из них используются автопроизводителями по всему миру. И останавливаться здесь не намерены. Говорят, автомобили будущего появятся совсем скоро. Сейчас мы ведем сразу несколько разработок, которые могут изменить всю автомобильную отрасль. Например, установка в машинах связи 5G будет точно определять маршрут и обеспечит безопасность беспилотного вождения. Также мы разрабатываем новые двигатели на альтернативных источниках энергии. Думаю, что недалек тот день, когда на машинах начнут летать. Комплектующие для автомобилей из Китая в Европу. Компания «Джили» отправляет через логистический терминал «Дминбол». Близость железнодорожного полотна и порта превратили его в один из самых ключевых объектов в строительстве современного шелкового пути. За последние годы количество обрабатываемых грузов нашим терминалом увеличилось в тысячи раз. Например, если в 2009 мы отправили всего 1700 контейнеров, то в прошлом году их было уже 200 тысяч. Ожидаем, что в этом году их будет в два раза больше. При этом отправка идет как морям, так и по железной дороге. По волнам груз дойдет до Литвы и только потом сухопутным транспортом до Беларуси. И на это уйдет 60 дней. Путь по железной дороге через терминал «Алашанькоу» и страны Центральной Азии займет в три раза меньше. В Восточной Европе груз примут уже через 20 суток. Перегрузка, временное хранение, обработка и таможенная очистка. Железнодорожники Беларуси все чаще встречают составы из Китая благодаря строительству современного шелкового пути. Количество поездов удваивается с каждым годом. Только за последние 9 месяцев здесь приняли 170 тысяч контейнеров. Часть из них на этом терминале в Калядичах, куда теперь приходят по три груженных поезда в неделю. Но это не наш предел. Производственные мощности станции позволяют ежесуточно обрабатывать по три контейнерных поезда. Не предел и для всей Республики Беларусь. Так говорят в руководстве местных железных дорог. Инициатива только набирает обороты и открывает новые возможности. Как для Китая это широкое окно в Европу, так и для Беларуси, которая теперь может на полную мощность использовать свой транзитный потенциал. Все возрастающий поток, он увеличивает наши доходы, а это в свою очередь позволяет эти доходы использовать для модернизации нашей инфраструктуры, для закупки локомотивного и вагонного парков, его обновления, для использования инновационных технологий в перевозочном процессе, прежде всего в цифровых форматах. И способствует наращиванию объемов перевозок, ну а также укреплению торгово-экономических связей Китая с Евросоюзом и Китаем с Беларусью. Говоря о развитии инфраструктуры, в первую очередь Александр Евсюк имеет в виду модернизацию сразу трех пограничных терминалов, которая уже ведется. В Бресте брусги и свизлочи запускают дополнительные краны и перегрузочное оборудование, увеличивают длину железнодорожного полотна. Все три пункта начнут принимать скоростные контейнерные поезда уже в следующем году. Тогда пропускная способность Республики Беларусь увеличится в два раза. И такие логистические перспективы будут выгодны как железнодорожникам, так и бизнесменам, которые нацелены не только на получение грузов из Китая, но и на отправку в Азию, где спрос на европейские товары только растет. Выиграют и совместные китайско-белорусские предприятия, которые сейчас появляются в Республике. При этом сосредоточены они будут в одном месте. В самом большом индустриальном парке на современном шелковом пути Великий Камень. По производственному корпусу, который за офисным зданием, на первом этаже и половина второго будет занимать белорусская компания «Асамедика» по выпуску изделий медицинского назначения. Эту небольшую экскурсию по территории руководитель администрации индустриального парка Александр Ярошенко проводит гостям из Испании. Им он рассказывает об уникальности и плюсах масштабного проекта. Потенциальные инвесторы узнают, что общая площадь составит почти 92 квадратных километра. И на них расположатся не только производство, но и жилые дома, школы, выставочные и торговые центры. Причем условия предлагаются беспрецедентные. Здесь не платят налоги на землю и недвижимость, на прибыль первые 10 лет и нет таможенных пошлин. Все это должно привлечь сюда как можно больше резидентов. Безусловно, этот парк рассматривается и китайскими нашими партнерами, Китайской Народной Республикой, руководством этой страны, как узловая платформа экономического пояса шелкового пути. Безусловно, этот парк нами, Республика Беларусь, рассматривается как парк, который привлекает сюда высокие технологии, инновации, дает возможность развиваться нашей экономике, развивая производство и предприятия завтрашнего и послезавтрашнего дня. Сейчас у парка уже 19 резидентов. Помимо Китая и Беларуси, интерес к проекту проявили Австрия, Германия, Швеция, Румыния и даже Соединенные Штаты Америки. Все они строят здесь самые современные предприятия. Парк должен стать неким эко-городом, где будет сосредоточено инновационное производство с высоким экспортным потенциалом, в приоритете машиностроения, биотехнологии и производство электроники. Мы уверены, что по мере строительства парка количество резидентов будет расти. Сейчас сдана только первая очередь, а это в основном административные здания, склады и инфраструктура. Думаю, что через пять лет мы уже сможем принять около ста компаний, а все строительство мы планируем завершить через 20 лет. Тогда здесь будет создано 136 тысяч рабочих мест, так что это долгосрочный проект. Однако производственные площади уже осваиваются. Китайская компания «Синджу» заканчивает обустройство своего пилотного заграничного цеха. Скоро здесь будут собирать конденсаторные системы для электроавтобусов. Инновационная разработка китайского производителя позволит заряжать общественный транспорт всего за 10 секунд. При этом энергии хватит на 5 километров. Потенциальные покупатели на такое чудо 21 века уже есть. Пока наш потенциальный рынок – это Беларусь. Мы уже запустили здесь 21 автобус с нашей разработкой. Они себя отлично показали, и в этом году мы поставим еще 60 единиц общественного транспорта. А в 2019-м увеличим поставки до 200 экземпляров. Также сейчас ведутся переговоры с Россией. В Санкт-Петербурге тестируют нашу технологию. Если она хорошо себя зарекомендует, то у нас будет много клиентов. Также ведем переговоры с несколькими европейскими странами. Белорусскую партию своей продукции компания «Синджу» планирует выпустить уже в следующем году. Затем постепенно здесь запустятся другие производства. И такие темпы реализации строительства проекта поражают. Ведь первые резиденты здесь появились всего два года назад, когда еще строительную площадку посещали лидеры двух государств. В тот день Великий Камень назвали началом новой эпохи двухсторонних отношений. Оба совместных проекта, Белджи и Индустриальный парк, связали КНР и Республику. Беларусь так же, как пояс и путь, связал Азию с Европой. И именно в этом заключается основная цель китайской инициативы – стать трамплином для совместного развития. Передовая транспортная и торговая инфраструктуры, сводят продавцов и покупателей, инвесторов и бизнесменов со всего мира, невзирая на расстояния и границы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что ты делаешь? Работаю над проектом, который задали на лето. А для чего это? Это... хочу создать искусственную молнию. Очень высокое напряжение пробьёт воздух. А как это будет работать? Я присоединю к верху. Я ещё не закончил. Наверх я присоединю вот эту трубку, на ней будет обмотка. Вот это? Нет, там будет очень тонкая обмотка, тонкая проволока. Наверх её надо много. Здесь тоже сделаю обмотку, и когда подсоединю ток, электричество накопится, и обязательно произойдёт разрядка. Он металлический? Да, металлический. Его надо ставить сюда? Да, правильно. А откуда молния? Этот шарик будет накапливать электричество, и потом оно как бы начнёт выбегать из него. То есть мы увидим молнию своими глазами? Да. А кроме того, будет очень громкий звук. На время летних каникул у Гоудена две цели. Первая – сделать что-нибудь прикольное. Вторая – выучивать в день по 200 английских слов. Его настоящее имя – Сюи Хан. По-английски его зовут Гоуден. По-китайски его имя Гоуден созвучно со словом Гоудайн, то есть щенок. Поэтому друзья так и зовут его – щенок. Гоуден довольно популярен в шанхайских кругах мейкеров. Привет. Давайте я для начала представлюсь. Привет всем, меня зовут Сюи Хан. Я учусь в первом классе средней школы второй ступени. Мне 16 лет. Я выгляжу старше, да? Самого себя я называю малой. Здесь у меня всякие игрушки, которые я делал раньше. Это мини-коптер. Большой – довольно опасно запускать в помещении. Самокаты покупают, чтобы кататься на них. Все мейкеры – люди ленивые, точнее я очень ленивый, поэтому мне показалось, что отталкиваться ногами на самокате слишком утомительно. И я решил, что его можно сделать электрическим. Вот таким он получился. Теперь на двух маленьких батарейках он может проехать 20 километров. А во сколько обойдется такая переделка? Сам самокат стоит примерно 600 юаней. После внесения изменений он будет стоить 2000. А расходы на материалы ты оплачивал сам? Да, я сам покупал все для своих изделий. Просто интересно, поддерживают ли тебя твои родители? Вообще, я еще учусь. Изначально они были против, потому что… Он сейчас немного… Он делает только то, что ему нравится. Мы ему говорим, что помимо того, что тебе нравится, тебе придется еще делать то, что ты должен. В его возрасте, в такое время, некоторые вещи он просто обязан делать. Но он не слушается нас, делает только то, что хочет. Ему сейчас надо в день учить по 200 слов. А он, наверное, учит 50 или, может, 100. Не учит он столько. Может, 50, 100 точно нет. Сейчас дети живут в своем мире. Неважно, как вы их оцениваете и как вы относитесь к ним. Не надо преувеличивать. Хотите, чтобы я во время своих летних каникул учил английский? Это же скучно. Да и смысла особого нет, по-моему. Он раньше хотел закончить среднюю школу и сначала не поступать в институт. А как он говорит, потусить год, попрактиковаться. На Западе это называется промежуточный год. Ничего страшного, если поступить на год позже. Вообще, я просто не понимаю, в чем разница, если ты продолжишь заниматься чем хочешь после окончания университета. Или будешь брать этот год и делать то же самое. Зачем терять время? Я просто хочу позаниматься этим до поступления в институт. К учебе это не имеет никакого отношения. Ты просто делаешь перерыв в учебе и только ходишь в клуб мейкеров. Не хожу в клуб мейкеров, а занимаюсь своими делами. Ты считаешь, что в школе ты зря тратишь время? Тебе уже не терпится сделать этот перерыв, да? Да. То есть в школе ты не научишься тому, чему хочешь научиться, да? Да, в интернете так много информации. Зачем вообще ходить в школу? Просто потому, что так положено? Осталось припаять 60 конденсаторов. Жесть! Кто вообще это придумал? Сколько времени, Пан Бо? 5 часов. 3.20. Не пугай так. Меня мама убьет, если я не пойду на английский. А ты попробуй. Не хочу. А ты не подстрекай меня, Пан Бо. Я просто озвучила твое желание. Такие вещи нельзя произносить вслух. 2.2, 2.4, 2.6. Все. Потом еще надо отрезать. Так, пока запаяю 30. Ужас, конечно. Почему? Из-за английского? Да, мне надо на английский. Кошмар. Но идти надо, ничего не поделаешь. Иначе не поступишь в институт. Да, в институт тогда не поступишь. Ладно, я пошел. Все, ухожу. Пока. Какая сегодня тема? Доставай тетрадь, посмотрим. Итак, далее мы смотрим на это предложение. Здесь у нас подлежащим является each of them. Главное слово в нем – each. Правильно? Each – это единственное число. Поэтому глагол «сказуемое» тоже должен быть в единственном числе. Поэтому слово «dig» здесь выбрано неверно. Далее местоимение. В роли сказуемого у нас стоит местоимение – they. Это ключевое слово. Поэтому мы не смотрим на each. Здесь у нас обстоятельства. Это числительное. А это… Извините, пожалуйста. Так, это числительное. А как мы должны в контексте употребить это слово? Нам сначала надо посмотреть на… Как-то он у нас ездил учить английский на месяц. Потом, когда приехал, сказал маме, что хочет изучать кулинарию. Потому что, мол, если он поедет за границу и не научится готовить, то ему придется есть местную кухню. А это для него будет очень тяжело. В итоге он, по-моему, научился готовить одно блюдо. У вас все еще есть вопрос? Если нет, я пойду в комнату. Я посмотрел. У меня в колонках стоит усилитель 8403. Очень хороший. Стоит 3 юаня, 4 дзяо. Мы надеялись, что ты будешь заниматься музыкой, поэтому купили пианино. Но… Потому что в то время многие родители этого хотели. Возможно. Не надо повторять за другими. Пианино купили, когда я родился, но я на нем вообще не играл. Мы не думали, что у тебя будет другое увлечение. К большому сожалению. Кто-нибудь из вас знает, чем занимаются мейкеры? Прикладными проектами. Прикладными проектами? Хорошо. Еще. Инновациями. Инновациями. Хорошо. Честно говоря, в этом деле главное мозги. Согласны? Это очень важно. У вас должна быть своя идея. Вы должны хотеть реализовать ее и быть упорными в своей цели. Это и есть то, чем занимается мейкер. Это тот, кто воплощает в жизнь свою идею. Поэтому мозги здесь очень важны. А теперь давайте обсудим с вами наши грандиозные планы. Гоуден так и не перестал конфликтовать с родителями. За время летних каникул он все же периодически пропускал занятия по английскому. В начале августа наш герой хотел принять участие в китайско-американском соревновании мейкеров. Но так как он еще недостаточно взрослый для подобных мероприятий, его лишили квалификации участника. Несмотря на это, в середине августа Гоуден продолжил работу над конкурсным проектом – сенсорным квадрокоптером. В конце августа он ездил в Америку, чтобы ознакомиться с местными вузами, а через месяц принял участие в экзамене TOEFL, в котором набрал 107 баллов. Можешь подойти капнуть мне клеем? У меня рук не хватает. Сюда? Да. Хватит. Хорошо. Как же твои руки? Нормально? Ты уверен, что она не упадет? Если упадет, будут большие проблемы. Помоги мне вытянуть здесь. Я сомневаюсь, что она упадет. Так, прям мясорубка какая-то. Стой, стой, стой. Ее надо ногой удерживать. Крути медленнее. Не быстро. Помедленнее. Это очень быстро. Чем быстрее будешь крутить, тем скорее мы будем ужинать. Ты уверен, что вторая половина там? Не уверен. Как впечатление? Как тебе способ работников Фокскона? Стягивай, стягивай. Работники Фокскона гораздо круче вас. Точно. Я задуваю. Молодец. Отлично. Моя мечта сделать все, чтобы поступить в хороший университет. Не надо говорить то, что мы хотим услышать. Загадывай свое желание. Нет, это на самом деле моя мечта. Правда? Да. Одной мечты недостаточно. Я тоже буду за тебя мечтать. Я должен записать в тетрадку ваш метод воспитания, чтобы я знал, как потом воспитывать своих детей. Каждый раз, когда вы меня воспитываете... Ты уже давно об этом думаешь. Мне правда это надо записать. Надо было начинать записывать лет в пять или десять. Да, я давно об этом думаю. Какой смысл говорить про воспитание в двадцать лет? У меня уже давно эта идея. Но лучше, конечно, записать. Пусть записывает, чтобы потом он смог оживить это в памяти. Я боюсь, что вы будете читать мои записи. Проверю здесь. Я не знаю, как пройдет испытание. Потому что все, что я сейчас делаю, основано на теории. Я знаю, почему. Потому что искровой промежуток слишком большой. Да, так нормально. Хорошо. Только что была искра, да? Это гораздо тише, чем я себе представлял. Я думаю, будет очень громко. Хорошо. Готов? Давай, ближе, ближе. Пошла, пошла. Видел? Ты видел или нет? Дай мне. Испугался. Получилось. Супер. Интересно, загорится ли лампочка? Загорелась. Вы видели разряд? Нужно обязательно прислонять металлической стороной. Если прислонить к нему лампочку полностью, она загорится. Выключай. Сенсорный квадрокоптер Я сейчас в двух словах вам расскажу. Когда вы слышите название «сенсорный квадрокоптер», вы наверняка думаете, что кто-то уже такое делал. Вообще, есть компания, которая производит сенсорные камеры у ловителей. Я решил сделать специальную перчатку. Кроме этой перчатки не надо больше никакого оборудования. Вы просто надевайте перчатку и всё. Ещё что-нибудь есть? Я завтра занят, веду урок у школьников. Не смогу прийти завтра, но послезавтра и через два дня буду. Это надо сделать. Я и один могу справиться, но одному скучно. С ним у вас всё получится. Что случилось? А вы здесь чем занимаетесь? Подрабатываю. Как я понял, вы полноправный член команды. Я здесь так, сбоку припёку. Я здесь не главный. А где вы с ним познакомились? Вы тоже ходите в клуб мейкеров «Грибное облако»? И в «Грибное облако», и в новый цех. Вы за него отвечаете в вашей группе? Да кто тут за кого отвечает? Старшие отвечают за младших. Нет, здесь наоборот, младшие управляют старшими. Вы старше его отца? Не знаю. Я не знаю, сколько лет его отцу. Вы старше моего отца, серьёзно. Моему отцу 44. Я однозначно старше твоего отца. Зови меня крёстным. Нет. Я хочу, чтобы он был вошел в каше. Спасибо. Он был в Киеву, который был в Киеве. Тарелка. Машина не очень помогает. Киев, не так. Рыбан. Они не говорили. Рыбан. 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 это полка для цветов ее можно ставить на балкон сюда тоже можно класть вещи у нас еще есть сушилка для белья доставай давай ее выносит на балкон и ставят на нее цветы он много всяких деревянных вещичек придумал сам сделал хорошие работы чэнь у нас хорошо соображает белье сюда вешается принесу полотенце полотенец у нас много подобрал мусор какой-то у нас тут все сделано из у тебя вот тут их два мы ничего сами не покупаем вот вам пожалуйста полка для сушки белья если вы ею не пользуетесь сложите ее чтобы не занимало место мы делаем практические вещи а а а а а и и и и Ну всё, пора домой. Пойдёмте уже. У Дашена два любимых героя. Один из них – Сунукун, у которого было прозвище такое же, как у нашего героя – Дашен, то есть Великий Мудрец. А другой – Код-да-Раймон, с которым он практически никогда не расстаётся. Давно я их не доставал. В Китае таких мало где увидишь. Они не продаются. Вот забавный. Сейчас как раз жарко. У меня два таких с веерами. В Китае таких нет. А это электронные Дораймоны. Тамагочи в виде Дораймона. Здесь у меня его сестрёнка. Только одна. И ещё мобильник, тоже сделанный в виде Дораймона. Это единственный японский телефон такого рода. У него очень интересный дизайн, и с точки зрения цвета, и вообще... В Китае такими, конечно же, нельзя пользоваться. В любом случае, у каждого человека должно быть своё хобби. Так ему не будет одиноко и тяжело. В нашей мастерской будут проводиться кое-какие мероприятия, поэтому новый цех открыт только для членов клуба. Остальные желающие могут посещать его только по средам. Сегодня у нас как раз среда. Вечер открытых дверей подразумевает, что к нам придут несколько гостей из профессиональной среды. Вы сможете задать им свои вопросы. Сейчас нам надо установить собственный принтер и драйверы. Возможно, мне придётся прийти ещё раз. Я только что просверлил здесь отверстие. Проверьте, как она плотно вошла. Если её раскрутить, то эта установка начнёт вырабатывать электричество. Он туда добавил магнит. Когда ей пора остановиться, она начинает заряжаться. После этого... Отойди подальше. Ещё дальше. Отходи, отходи. Если это конденсатор, то он может нагреться до красна. Сейчас я вам ещё раз покажу. Уже дым пошёл? Это проблема с проводкой. Материалы для общего пользования лежат на этой полке. Это хорошая вещь, точно тебе говорю. Она легко может пробиться. Подождите, пожалуйста. Пора начинать осмотр. Выйдите, пожалуйста. Если кто-то хочет пообщаться, пообщайтесь снаружи. Давайте выйдем, надо вытереть доску. Пошли. Пошли. Да нормально всё. Сам неси. Дашен человек со своей историей. Загадочная личность. Он даже не назвал нам своё настоящее имя. Мы лишь узнали, что он с детства увлекается мехатроникой. В молодости он несколько лет жил в Японии. А когда вернулся в Китай, понял, что здесь много что изменилось. Дашен не захотел работать, как все, поэтому он решил приблизиться к той жизни, о которой мечтал в детстве. То есть стать изобретателем. Китай. П以前. Я нюхал. Чистец. Я нюхал. Я нюхал. Я нюхал. Приведу пример. У нас в микрорайоне есть один центр, видите его? Там есть участок земли. К сожалению, под землей находится парковка. Мы можем отвезти вас туда посмотреть. Давайте сходим посмотрим. Хорошо, я вам покажу. В Шанхае пройдет конкурс мейкеров среди микрорайонов. Дашен будет представлять микрорайон Чанчжэнджэнь, расположенный в районе Путо. Он с большим воодушевлением принял возможность продемонстрировать свои таланты. Дашен собирается сделать многоярусную стоянку для машин, чтобы помочь своему микрорайону решить проблему с парковкой. По его задумке, стоянка будет находиться внутри микрорайона и прилегать к забору. Это будет так называемый воздушный паркинг, который займет мало места и не причинит вреда экологии. Скоро закончите, мастер Джоу? Уже. Что это? Это те два плана, о которых я говорил. И какую проблему тебе надо решить? Это будет стоянка. Первый ряд машин должен стоять так. Проблема в этом месте. Здесь все хорошо. У меня сложность с этим рядом. Здесь все нормально. Всего будет семь проходов. У тебя слишком мудреная идея. Я просто хочу сделать модель. Модель сделать можно, но для настоящей парковки она слишком мудреная. Обычно два яруса могут решить эту проблему. Ты знаешь, какое расстояние должно быть между двумя ярусами? Какая ширина у машины? Метра два? Да. Тогда надо брать четыре метра. В середине надо оставить пространство для прохода пешком. Оно должно быть как минимум в три машины. Не надо так много. Уважаемый, это же металл. Ты что думаешь, захочешь ее согнуть, и она согнется? Нужно оставить пространство для того, чтобы можно было пройти пешком. Оно может быть очень маленьким. Там же цепь. Ты думаешь, она может гнуться, как бумага? Цепь вот здесь? Ты можешь попробовать. Я занимаюсь механикой. Цепь должна сгибаться, и для нее необходима дистанция. Ты что, думаешь, она так просто согнется? Расстояние? Расстояние как минимум два метра. Прежде всего, надо правильно мыслить. Я правильно мыслю. Я не про это, я про наш лейтмотив. Мы участвуем в конкурсе для того, чтобы пораскинуть мозгами и решить задачу, а не для того, чтобы покрасоваться. Ты должен это понимать. Я буду делать это, а вы делаете это. Я не хочу делать это. Хорошо, хорошо. Делайте свое, а я буду делать свое. А что это они снимают? Фильм про старых новаторов. Старые новаторы? Ты действительно новатор? Вы тоже. Я нет. Кто сказал мне? Кто посмел такое сказать? Серьезно. Серьезно. Заниматься инновациями – это тяжело. Сейчас очень многие китайские предприятия, как только узнают, что что-то можно скопировать, сразу же перестают шевелить мозгами. Мой начальник – типичный пример такого копировальщика. Я все время пытаюсь увести его к нашему начальнику, а он ни в какую. Мой начальник – типичный пример. Мой начальник – типичный пример. МОНУЛВА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это завод, на котором я раньше работал Проработал я в нем около 4,5 лет Я как работник ответственно подходил к своим обязанностям Завод продали, все, его нет, здесь теперь школа Я не жалею абсолютно Жалею лишь, что уволился слишком поздно Не надо было вообще сюда устраиваться Сразу после института не надо было идти на завод Человек сам выбирает свои возможности Если ты сделал неправильный выбор, значит ты ошибся И наоборот По крайней мере у меня сейчас есть выбор не становиться рабочим завода Так, уже намного лучше Видите? Поднимается Если вы остановитесь здесь, то машину можно будет переместить Надо думать о будущем, иначе нельзя Его можно сделать выше Наша парковка экологичная, она не влияет на освещение Здесь есть безопасный проезд Это старый микрорайон, две машины здесь не разъедутся А так мы можем контролировать дистанцию между автомобилями Основная стратегия здесь в том, можно ли это осуществить? Да А не в технологиях? Эта технология уже готова, тут нет ничего нового Это один из видов многоярусной стоянки, просто выглядит по-другому Это предназначено для старых дворов, а в них невозможно будет построить такую стоянку Неважно для чего это предназначено, просто здесь инновации играют не главную роль Инновации здесь применены в нескольких аспектах Это механическая конструкция, контроль и внешний дизайн У вас просто инновационная модель Да, инновационная модель В ваших двух планах инновация заключается не в технологии, а в модели Не совсем подходит под условия нашего конкурса Тот большой, получше Да, тот большой план лучше Хорошо, спасибо Есть еще один момент Это все будет связано с мобильным приложением Но это не играет принципиальной роли Если вам не разрешат строить, то в этом вообще нет никакого смысла Дело не в этом, это уже более стратегический момент Да Пойдем там посмотрим У нас разные акценты Им надо, чтобы все соответствовало условиям и цели конкурса То, насколько это реально применимо в жизни, не очень уж и важно Но ничего страшного Пускай оценивают меня в соответствии со стандартами конкурса Я согласен Даже если я займу последнее место, я не против Главное, чтобы они обосновали свое решение, а не судили, как попало Тогда никакого смысла не будет Заразно два месяца В сериале Дораймон очень много разных персонажей. Больше всего мне нравится Набита Ноби. Он никогда не может сдать нормальные экзамены, но кот-робот Дораймон все равно всегда рядом с ним. Там еще куча всяких аксессуаров. Есть еще и одноразовые. Поначалу они казались мне очень забавными, но потом они все переломались. Все время какая-то невезуха. У меня есть один бракованный Дораймон. Это хорошо, когда есть бракованные вещи. Иначе было бы скучно, потому что только в ошибках кроется истина. У нас есть ошибка, и есть真сть. Дораймон речные дельфины там просто не факт что мы их увидим это как повезет меня зовут я оси цун в 2015 году я окончил аспирантуру шанхайского морского университета по специальности биологии охраны природы в общем я изучаю речных дельфинов они очень умные у них интеллект как у полуторагодовалого ребенка по крайней мере они гораздо умнее обычных животных мне очень нравится моя специальность чтобы наблюдать за речными дельфинами я подумал что можно воспользоваться дронами в итоге у меня появилось еще одно хобби теперь изучаю коптеры да я постоянно бросаюсь от одной идеи к другой и не хочу жить по шаблону я оси цун живет в двух мирах в первом мире толкотня суета много людей и мало времени ему надо поскорее найти стабильную работу возможно у него не получится заниматься любимым делом здравствуйте я по объявлению работе ему не очень нравится этот мир пройди вперед и попробуй достание и потряси вдруг у двух человек одежда окажется одинакового цвета робот должен преследовать этого человека но он побежал затем а это другой мир я оси цуна в нем много мега мейкеров все они разного возраста у кого-то есть работа у кого-то нет эти люди собираются здесь по интересам чтобы дать волю своей фантазии быть может это не принесет денег быть может это бесперспективно но самое главное наш герой очень хочет быть мейкером беспилотные летательные аппараты очень важны для я оси цуна он считает что это тот инструмент который может соединить два его мира и в конечном итоге поможет ему достичь идеального баланса в его жизни надо подумать какой он может быть формы такая не подойдет честно говоря если делать так чтобы он мог погружаться в воду вообще на эту тему мало информации много ты мне не дослушал учебниках то есть информация ребята если делать то нам нужно делать балансир плюс он должен быть водонепроницаемым проектировать корпус и источник питания если лодка будет такой ширины поэтому нам надо поискать статьи на эту тему поискать алгоритм изготовления самое главное здесь наверное не сама конструкция а электроника я думаю нам надо успокоиться и сначала закончить свой проект да я тоже так думаю команда я оси цуна готовится принять участие в китайско-американском соревновании мейкеров они хотят сделать сопровождающую лодку для установки камеры и съемки им надо придумать корпус лодки двигательную систему систему слежения стабилизирующую систему и так далее цель разработки осуществление точного видеосопровождения людей которые постоянно перемещаются по воде она не надувается смотри чтоб голова не закружилась поменяйся с кем-нибудь рот маленький а площадь большая она должна выпрямиться не вдыхай в легкие а то устанешь нужно стараться не вдыхать воздух ртом по моему осталось немного джан дже уже научился выдыхать через нос а потом дуть ртом у него глаза уже покраснели именно так люди и плавают а еще так играет на флейте ребятам пришлось изрядно постараться чтобы надуть резиновый бассейн видимо быть мейкером не так уж то и просто к счастью эти новаторы очень веселые по характеру надув бассейн они решили сначала развеяться а потом уже думать дальше надо посмотреть в любом случае надо снять несколько красивых кадров нет проблем вы сами решите что вам надо я постараюсь сделать кадры которые вы хотите я осу цун нашел первую в жизни официальную работу его взяли в компанию которая занимается дронами на должность менеджера по продажам он остался доволен потому что здесь он может поближе познакомиться с разными беспилотниками однако когда он вышел на работу ему поручили выступать в качестве оператора дронов на разных мероприятиях добрый день дорогие друзья давайте с вами сосчитаем до трех вместе посмотрим на небо и улыбнемся договорились 3 2 1 так давайте соберемся вместе получается за снять на квадрокоптер полную картинку все попали в кадр и да все хорошо 3 2 1 я осы цун четко понял что он не хочет быть оператором дронов примерно через два месяца он уволился у меня что проблемы с лицом если он меня не распознает почему он его не видит пошевелился пошевелился может из-за того что у меня очки давайте покажем ему портрет ты закрыл его лицо все нормально показывай поворачивай поворачивай сюда сюда да отходи сюда и он поплывет за тобой мощности маловато по моему у него неправильный угол руля его придется исправлять давай еще раз это вообще лицо а его можно распознать то можно так неплохо неплохо то есть вы хотите сказать что мое лицо на этом портрете гораздо лучше настоящего обратно пошел я здесь если камера со штативной головкой это все окей да нужен сервомеханизм они штативная головка ребята идите кушать пиццу принесли ее долго доставляли но все равно она вкусная надо поставить лайк сейчас много разных конкурсов проводят да сплошь и рядом только никто не знает что это за конкурсы поэтому и участвовать боятся люди идут а им говорят это для стартаперов ну и начинается всякий развод в основном их называют конкурсы для стартаперов и мейкеров по моему это очень странно но назовите тогда просто конкурс стартапов зачем именно стартаперов и мейкеров стартаперы всегда думают так а какой толк в том что ты делаешь если бы там был какой-то толк я бы это не делал он сразу же впадает в ступор и спрашивает если в этом нет никакого толка зачем ты это делаешь а я ему в шутку отвечает что мол хочу и делаю тогда стартапер мне говорит понятно значит ты мейкер я говорю да а ты стартапер начинается путаница стартапер забавляясь со своим изобретением может обнаружить у него какую-нибудь особен превратить его в товар и начать продавать я действительно не понимаю а вы не думали о стартапах я думал нас другом раньше был стартап но мы понесли убытки поэтому я не хочу больше пробовать а вам больше нравится быть мейкерами или стартаперами конечно же мейкерами я думаю что быть мейкером это намного интереснее почему потому что у стартаперов много головной боли а у мейкеров ее нет мейкер спейс или пространство мейкеров это похоже на утопию ему не страшна мирская суета в нем ты можешь ненадолго укрыться от реальности кроме того здесь ты еще можешь полностью выразить свои идеи делать то что тебе нравится причем начать делать это ты можешь мгновенно в этом месте у меня часто возникает ощущение что я живу очень круто ну как там у тебя как работа я же тогда устроился в эту компанию проработал два месяца но сейчас решил что больше не хочу там оставаться у меня сейчас полная неопределенность поначалу я был на позитиве но теперь пребываю в растерянности ты проработал какое-то время получил определенный опыт теперь тебе надо подумать что делать дальше конечно надо чтобы и денег было достаточно семью ведь кормить тоже надо надо думать о родственниках родители у тебя обеспеченные они тебе могут помогать ты конечно можешь не зарабатывать деньги но разорять семью нельзя у меня сейчас есть время я подумаю подумай хорошенько если ты действительно решил уволиться тогда открывай свою компанию готова да что ты сняла ты часто общаешься с одногруппниками да как у них дела у всех в основном работа связана с океаном некоторые занимаются контролем качества воды при ведомствах охраны окружающей среды то есть они они в системе это либо госслужба либо они производственные единицы как ваш конкурс мы в процессе технологического прорыва еще не разработали ключевую технологию но уже скоро поэтому ты так стараешься сейчас времени нет в основном просто прикалываемся забавляйтесь по полной моя мама же говорила что ты очень перспективный это точно нет не подходит как твой телефон может послать твой сигнал твои координаты на лодку не на лодку это работает так нужен этот браслет я запутался я уже сам не знаю какой хочу чтобы была моя жизнь ведь у каждого был такой период неопределенности два метра слишком мало потому что лодка то большая я очень хочу чтобы эта тревога поскорее прошла почти у каждого есть своя мечта или свои представления о том как он хочет жить у кого-то слишком смелые мечты кто-то вообще отличается неуемной фантазией но большинство людей все равно стопорятся на уровне размышлений что касается меня то я все же надеюсь продолжать мечтать и тогда мы посмотрим куда эти мечты меня приведут это твой новый офис да я только-только его снял он такой маленький да очень маленький всего 8 квадратов 8 9 где-то так моей основной деятельностью будет популяризация знаний о дронах ты решился на собственный стартап до компанию я зарегистрировал в офис снял так что буду работать сколько вас человек голден нас пятеро четверо в итоге сколько и кто в вашей команде адашэн потом человек из фудане еще один с другого города откуда и знаньту на с нами еще сяо цин где сяо цин так много требований привет я вас и цун а Субтитры подогнал «Симон» Работа «Фанвэньмо» заключается в производстве деталей с точностью мирового уровня для палубного истребителя J-15. Субтитры подогнал «Симон» В учебниках предел точности ручной опиловки составляет 0,00000 мм, а точность обработки «Фанвэньмо» достигает 0,00000 мм. Даже станку с ЧПУ трудно достичь такой точности. Китайская государственная авиационная компания называет эту точность точностью «Вэньмо». В эпоху индустриализации производство большей части деталей можно автоматизировать. Но ручная шлифовка используется для некоторых деталей боевого самолета, так как их мало, и они нуждаются в точной и сложной обработке. Поэтому квалифицированная шлифовка – это необходимое слесарю мастерство. Сейчас «Фанвэньмо» участвует в производстве китайских палубных самолетов. В юности это было его мечтой. Бабушка, дедушка, отец и мать Фанвэньмо работали на заводе Шиньянской авиационно-промышленной корпорации. Он стал мечтать о самолетах в юности, когда у него над головой ревели боевые самолеты, которые совершали пробные полеты. В 2003 году Фанвэньмо окончил техникум при Шиньянской авиационно-промышленной корпорации. Человек, который владеет мастерством, может держать голову высоко поднятой. Для мастеров это непреложная истина. И она поддерживала энтузиазм Фанвэньмо во время работы. Рост Фанвэньмо не соответствует стандартной высоте рабочего стола слесаря. Многие наставники считали, что с такими физическими данными невозможно стать выдающимся специалистом. Но он не верил этому и переделал балкон у себя дома в комнату для практики. Приходя домой с работы, он шел на балкон и оттачивал мастерство. Пронзительный звук напильника на протяжении 4-5 часовых упражнений даже доводил Фанвэньмо до рвоты. В обычных условиях слесарь за год меняет около 10 напильников. А Фанвэньмо за год сменил более 200 штук. Благодаря хорошо отточенной технике в 2010 году он на соревновании молодых рабочих занял первое место среди слесарей. В 2013 году Фанвэньмо был переведен на завод военной продукции Шиньянской авиационно-промышленной корпорации. В этом священном для него месте он учился у наставников и перенимал все их навыки. В результате его мастерство достигло еще более высокого уровня. Многие рабочие, которым 20 с лишним лет, еще не добились признания в профессиональной сфере. А 29-летний Фанвэньмо уже стал самым молодым главным техническим экспертом китайской государственной авиационной компании. В цехе создали названную его именем «Бригаду Ваньмо». В 30 лет Фанвэньмо, кажется, уже достиг пика технического мастерства. Но в эпоху стремительного прогресса, идущие в авангарде, непрестанно принимают новые вызовы. В «Бригаде Фанвэньмо» дали важное задание по высокоточной обработке деталей для истребителей J-15. В этом обычном на вид медном кабельном разъеме нужно сделать отверстие в 1,4 мм. Но во время обработки всегда разлетаются медные стружки. Их остатки могут вызвать короткое замыкание или даже привести к поломке машины и смерти человека. Решение предоставлено.